Мы начинаем с небольшим опозданием, 10 минут. Мы провели совещание и выяснилось сегодня, что кластер технико-технологический выдвигает один доклад, кластер социально-экономический выдвигает один доклад, и кластер позиционно-деятельственный выдвигает два доклада – бизнес и государство. Итого будет четыре доклада. Я хотел бы понять, готовы ли мы сейчас уже начать обсуждение докладов, и в каком порядке, вот с этим тоже надо разобраться. Первый момент. Есть ли четыре презентации у оператора? Три. Какой нету? Значит, должны быть группы государства, бизнес, качество жизни и традиционная энергетика. Первое, четвертое и пятое. Значит, нет седьмой группы. Презентации. Идет. Идет презентация. 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 Установили, да? Позиционно-деятельный кластер представляет два доклада в связи с тем, что они представляют себе, что эти два доклада взаимоисключающие, то есть вносят дискуссионный оппозиционный характер. Вот мне представляется, что лучше бы как раз нам начать именно с этого кластера, потом двигаться через качество жизни, то есть через, скажем, взгляд со стороны потребителя, подойти, собственно, к энергетике и завершить нашу дискуссию прорисовкой уже окончательной картины в том, что происходит в энергетике со стороны энергетиков или в разговоре про собственную энергетику. Любая из групп, бизнес или государство, какая? Готова. Какая группа готова? Государство. Пожалуйста. Микрофон нужен. Всем добрый вечер. На сегодня у нас был вопрос… Это выступает… Бурнышев Игорь. Бурнышев Игорь. Бурнышев Игорь. Сегодня был вопрос на целый день, получается, анализ ситуации в энергетике Свердловской области, что происходит в энергетике, основные тенденции. То есть мы представили тезисы со стороны государства, как раз группа государства. Следующий слайд. Анализ заключился в том, что на сегодняшний день правительство Свердловской области создает площадки для инвестиционного развития. Это можно, как пример, Иннопром, Титановую долину, происходит создание, ну и как будущее на Экспо-2020. Следующее, что происходит, правительство уделяет внимание на сегодняшний день для развития именно большой энергетики. То, что сегодня вы говорили, это генерация, как это происходит, развитие, то есть подписываются соглашения, инвестиционные программы составляются, и уже правительство говорит, что нужно строить именно как большой энергетики. Следующий слайд, пожалуйста. В то же время у правительства Свердловской области мы считаем, что дефицит есть внимания на заключение экспертных сообществ, которые на сегодня в той или иной мере есть, объективно которые составляют заключение на новые технические решения. Это касается новой технической решения, новой генерации, новой энергетики, то есть то, что тоже сегодня было в начале говорилось. Также на сегодняшний день, получается, государство завалено жалобами населения. Жалобы в связи с чем происходят, то есть это износ на сегодняшний день сетей, большой, не только сетей, всего оборудования энергетического, в связи с чем происходят коммунальные технологические аварии, ну и соответственно у населения происходит отсутствие услуги, и жалобы на местные уровни не приносят, видимо, результаты, и доходят жалобы на сегодняшний день до самых верхов, до правительства. Следующий слайд, наверное, спасибо за внимание. Спасибо. Короткий лаконичный доклад. Пожалуйста, вопросы на понимание к докладчику. Просьба брать микрофон и представляться. Микрофон. Где взять микрофон? Пожалуйста. Владимир Ильич, группа экспертного сообщества. Вопрос первый на понимание. В вашем тезисе о том, что государство завалено жалобами от населения, предполагается, что эти жалобы обоснованы или не обоснованы? На сегодня, получается, государство в лице, оно не знает. Когда жалобы приходят, оно по факту приходит. Получается, оно обосновано? Правительству приходится разбираться с этим и выяснять, почему. Может быть, группа поможет как-то? Потому что да или нет, бы лучше ответить. Да. Да, обоснованы. Да. Хорошо. Еще вопросы есть? Любая жалоба, она может иметь место быть, обоснованной быть. А уже по чьей причине? Это уже другой вопрос. Обоснованные. Да. Да. Правильно поняли. Есть еще вопросы? Не свидетельствует ли обилие обоснованных жалоб от населения о том, что энергетика Свердловской области не удовлетворяет как минимум население? Я не говорю о других типах потребителей. И не свидетельствует ли это о плачевном состоянии энергетики, которая вроде бы должна удовлетворять основные потребности населения? Вопрос понятен? Да. Да, свидетельствует. Нет, понятен вопрос, я сказал, да. Я на первый вопрос. Правильно ли понял вопрошающий, что это свидетельство о дне благополучия в энергетике? Ну, мы предположили, что большая энергетика, которой правительство уделяет внимание большое, она покрывает большую часть населения, 80-90%. А жалобы, которые происходят, приходят, они приходят уже, понятие завалено для правительства, кабинеты там, это тысяча штук, это уже много. А если в рамках Свердловской области смотреть, ну это много. То есть в целом сказать, что энергетика Свердловской области плохая, нет, нельзя. Нельзя. Еще вопрос о развитии понимания только что данного ответа. Смотрите, какая складывается ситуация. Население подает справедливые жалобы, которые свидетельствуют о плохом состоянии энергетики и тем парализует работу правительства. Я правильно понимаю? Спам идет. Да. То есть смысл такой, либо государство не в состоянии организовать нормальное развитие энергетики и тем самым высвободить время для того, чем оно должно вообще по-хорошему заниматься. Либо население просто какие-то вредители, мешают работать безосновательно и все. Как вот разобраться, смысл вашего тезиса, зачем вы этот тезис вынесли, защиту государства. Констатация фактов на сегодня состояние. Тогда вопрос, какое отношение констатация фактов имеет к докладу под названием анализ? Группа действительно считает, что констатация факта есть анализ? Констатация факта подразумевала жалобами, что новейшие технологии, где не можем провести энергетику для населения, где не довести ни газ, допустим, это что мало, очень большие затраты для этого нужно. Получается, проблема именно оттуда у вас происходит и жалобы. Констатация факта подразумевала жалобами, что… Ну погодите, Владимир Ильич вроде как поймал вас, да я предлагаю сделать так. Вот здесь мы имеем место с суждением критическим, которое может быть высказано после вопроса на понимание. Я думаю, что оно уже как бы начало разворачиваться и это может быть высказано после. Давайте мы покончим с вопросами на понимание. Вопросы на понимание еще есть? Можно ли сегодня сделать вывод о том, что государство заинтересовано в решении проблем энергетики? Является ли государство интересантом сегодня? Мы говорим, что у государства на сегодняшний день ориентация на большую электроэнергетику. О, энергетику, извиняюсь. На малую, что не обращается внимания. Так. Все, да? Еще вопрос? Обратите внимание, возможно у вас не вопрос, а суждение. Тогда мы просто перейдем к суждениям и у нас начнется обсуждение доклада. Если доклад вполне понятен, четыре тезиса. Вопрос на понимание. Было сказано, что вот государство участвует в развитии, это инопром, Титановая долина. И это все? Или что-то просто не вошло в объем премьера? То есть кроме этого еще делается что-то? Вопрос, конечно, не на понимание. Можно было сделать его в качестве замечания, что из тезиса не ясно. Это все, чем занимается государство или правительство Свердловской области? И причем тут энергетика, кстати. Инновационное развитие, там вроде бы речь-то о ней энергетика. Ну, инновационное развитие, площадки эти создаются не только для энергетики, в том числе и для энергетики. И вообще не для энергетики. В том числе и для энергетики. В том числе? На инопроме мы же участвовали, энергетики, стенды были. Новый умный учет, конкретно по своему предприятию могу сказать. Это инновационное развитие. То есть эта площадка дается, где государство вроде дает, приходите, делайте. Но в то же время на новейшие технологии, которые предлагают экспертное заключение, они не всегда, видимо, хватает дефицит внимания у них происходит в этом. Понятно. Можно вопрос? Максим ЕСК. Я правильно понимаю, что вы считаете, что площадка инопрома – это какое-то инновационное развитие в энергетике? Дает, способствует, да? Способствует? Да, считаю. Я правильно понимаю, да? То есть это так. Государство, если бы, кроме государства, бы это никто не организовал. Государство дает площадку, собирает, я собираю, организовывает, где все заявляются и представляются. Все понятно. Но по сути дела у нас инопрома – это выставочный центр, да? То есть… Да. Какое развитие это? То есть это только то, что кто-то покажет, что мы здесь вот такие… Там же подписываются контракты. Ладно. Спасибо. Мне кажется, что можно перейти к суждениям. Четыре тезиса вполне понятных. Они могут быть спорны, другое дело. Так давайте спорить. Чего тут задавать вопросы-то? Они вполне понятны. Спасибо. Переходим к обсуждению. Не знаю. Я не знаю. Вот кластеру виднее. Владимир Ильич, кто у вас там еще был? Стоит ли обсуждать два доклада вместе? Удобно это будет или наоборот? Я не знаю. Кластеру виднее. В данном случае я не могу выступать от имени всего кластера, но мое личное мнение, что да, наверное, имеет смысл выслушать доклад от группы «Бизнес», когда она те же самые проблемы, смотрит с другой стороны. Отлично. А потом уже обсуждать. Тем более, что четыре тезиса, они вполне удержатся в нашем сознании. Да, они запоминаются и легко. Хорошо. Давайте слушаем группу «Бизнес». Пожалуйста. Раз, раз. Меня зовут Данил. Я представляю команду номер восемь «Бизнес». Тема нашего доклада называется «Частный бизнес в государственных условиях». У нас всего сформировалось пять тезисов. Сейчас я их наизусть не помню. Можно уже первый слайд включить? Второй. Может быть, он первый тезис не на этом первом месте должен находиться, но прочитаем, зачитаем, как это написано. РЭК, региональная энергетическая комиссия, выступает как инструмент контроля над бизнесом, вплоть до систематического банкротства компаний. Потом обсудим более подробно эти все тезисы. Второй. Значит, условия, созданные государством в энергетике, не способствуют развитию бизнеса. Государство чрезмерно ограничивает прибыль энергокомпаний, участвующих в энергетике. Следующий. Объем частных инвестиций в энергетическом бизнесе ограничивается государством. Ну и последний, более коротко, энергетика является частным бизнесом, но по факту ограничена в самостоятельности. Ну и как вывод можно сказать следующее, что энергетика сейчас находится в таком состоянии, когда государство не позволяет и не заинтересовано в том, чтобы энергетика развивалась. Ей это не нужно. Я все, спасибо. По предпоследнему тезису, вот такой пример приведите, пожалуйста, что в чем государство ограничивает частные инвестиции. То есть оно говорит, что ребята, вот вкладываете миллион, но не больше, да? То есть я так понимаю? Мы можем… Сергей, ты хочешь сказать? Да, я… Раз, раз. Проверка микрофона. Дело все в том, что условий таких нет. Есть очень много ограничений такими инвестициями. Нет, мы можем обосновать в принципе. Давайте… Я думаю, что я не такой, что… Но стоит ли это в рамках на понимание объяснять сейчас в примерах? Вы присоединитесь, чтобы мы обосновали? Да. Вы совершенно голословные тезисы привели, которые непонятно откуда взялись. Все. Все пять. Нет, первый – это понятно. Констатация. РЭК – это инструмент контроля над бизнесом. Хорошо. Это определение, это даже не утверждение. Ну давайте, я попробую ответить. Хорошо. Ваши субъективы утверждения. Хорошо. Попробую на пальцах объяснить. Взяли на примере рынок тепла. Есть население, есть мупы, есть теплогенерирующие компании и есть компании, которые теплогенерирующие компании продают газ. На примере. И сейчас создана такая ситуация, в которой деньги, собираемые с населения, не хватает для того, чтобы теплогенерирующая компания существовала, окупала все ресурсы и на себя. Не хватает. А какая именно компания имеется в виду? Некоторые из них мне известны просто. Ну те же самые мупы, да, есть статистика, в которой там муп, да, муниципальные, которые продают тепло. Мы говорим про муниципальную энергетику, да? Они, у них есть там систематическое банкротство. Когда долг предприятия накапливается, накапливается, люди платят по тому тарифу, который установлен реком, и этих денег не хватает, мупу, чтобы оплатить, ну как бы требования ТГК, ну теплогенерирующих компаний. Следом, пусть не так чаще, да, ТГК тоже приходит к какому-то банкротству. Ну, ТГК-9? Да нет, ТГК-9. У нас она одна. Но мы, по крайней мере, а это все создано искусственно. И из-за, ну вот из-за этих, то, что рек там на одном уровне устанавливает одни тарифы, на другом чуть выше, и вот муп там и ТГК находятся в таких условиях, что она все время находится в дефиците. Не хватает денег. А такой вопрос вот, непонимание, да, можно? А, сейчас еще, да, вот мысль закончу. Ну и соответственно, частным инвестициям не интересно вкладывать, ну там строить какие-то альтернативные ТГК, альтернативные свои мупы, потому что нельзя там заработать. Вот мы именно из этого примера и этот тезис вывели. Хорошо, из объяснения вот вашего, вы сказали, что конечные потребители, которые платят за тепло, да, то есть этих денег не хватает там, да, для устранения каких-то проблем. То есть я понимаю правильно, что вы под частными инвестициями понимаете плату за тариф? Нет, частные инвестиции это деньги, которые вот извне, да, не из энергетики приходят и вот там задаются вопросом, вложить ли мне в какую-то там, в какое-то звено вот этой цепочке или нет. Ну я вот, если честно, я до сих пор все равно, я не понял вот этого даже ни одного примера, в чем ограничение. Вот если честно. Пожалуйста. Ну вот вопрос у меня такого рода, Шевелев. Я вот хочу понять, как бы, да, то есть говорится следующее, первый тезис такой, что РЭК ограничивает предприятие, доводит их до банкротства. Второе, значит, энергетико-частный бизнес этого факта ограничено в самостоятельности. То есть следует ли понимать так, что то, что делает РЭК, это зло, то есть как бы то, что ограничивает, либо надо понимать по-другому, что РЭК должен ограничивать, но не настолько серьезно, как бы, да, то есть тут же два момента, да, первое, можно условно говоря отпустить вообще цены на электроэнергию, хотя на самом деле у нас вся ситуация такая, насколько мне известно, что регулируется только сектор передачи электроэнергии, генерация, собственно говоря, уже, как сказать, в рыночном сегменте действует по определенным правилам, правда, но там есть правила уже рыночные, вот, то есть ваше утверждение касается чего, что у нас РЭК плохой в Свердловской области, слишком злой, как бы, и прижимает нас, либо принципиально неправильно содержать РЭК, надо просто его уволить, как бы, да, и всем станет сразу, ну, вздохнется влегчением. Я так понимаю, Шевелев, Илья, начальник департамента тарифообразования, поэтому вопрос понял, но не побоюсь сказать, да, надеюсь, моя команда со мной согласится, да, РЭК – это зло. С точки зрения бизнеса более удобны были бы нерегулируемые тарифы, а свободные цены на все виды энергоуслуг, да? Да. Понятно, позиция бизнеса понятна. Да, понятно. Так, пожалуйста. Коллеги, я прошу фон уменьшить в зале, чтобы было слышно то, что говорят люди в микрофонах. Денис Шашнов, группа номер 2. А вот насчет регулируемых все-таки тарифов, то, что денег не хватает генерирующим компаниям и транспортным. А проблема в том, что тарифы маленькие или может быть там неэффективно как-то денежки-то расходуются? Как-то вот такой возникает вопрос. Тарифы-то у нас не маленькие на самом деле, на киловатт, если посчитать. Это с точки зрения чего, кого? Ну, как частника. Потребителя? Ну, как потребителя. Это с точки зрения потребителя, а с точки зрения энергобизнеса, чем больше, тем лучше. Нет, но если взять ресурс, из которого они даже из кубометра газа производят примерно 10… А, нет, ну, с вашим КПД-то 40% 4 киловатта электроэнергии, то как-то там на варне это не маленький будет. Смотрите, он же сказал, государство чрезмерно ограничивает прибыль энергокомпании. Третий тезис. Государство чрезмерно… Вот еще Илья задавал вопрос, совсем зло или как относительное. Ограничивает чрезмерно прибыль. Прибыль есть, но она не такая, как хотелось бы. А какая хотелось бы? Чем больше, тем лучше. С точки зрения бизнеса регулирование – это зло. Свобода цен – это хорошо для бизнеса. Нет, это логично. Чем больше прибыль, тем лучше. Всем этого хочется. Ну, может быть, это все-таки проблема в том, что вы как-то затраты у вас несоразмерно выше… Проблема у бизнеса? Конечно, у бизнеса. А у него есть проблемы? Ну, пока он существует, наверное, не так их много. Из доклада не ясно, есть ли проблемы. Да, вот это вот абсолютно непонятно. Я что-то должен ответить? Да, может быть, я отвечу. Не знаю. Здесь говорится, вот когда мы говорим про рек и про тариф, мы не говорим про тариф для потребителя. Рек устанавливает свои тарифы на всех этапах. Когда газ еще не стал электрической энергией, когда он там еще будет перерабатываться в тепловую энергию, это один тариф. Потом газ будет перерабатываться в электрическую энергию, это другой тариф. На каждом этапе есть свои тарифы. Вот если в нашем докладе вы посмотрите всю эту схему, как назначаются тарифы и почему получается такое ценообразование, тогда на этот вопрос можно будет ответить. Сейчас просто одним словом это все не расскажешь. Если есть время… Мы можем нарисовать схему. Я готов нарисовать эту схему. Она схематична, там 5 деталей. Схему чего? Объясню, почему не хватает денег. Непонятно кому, потому что вы говорите про бизнес вообще, а у меня есть для вас радостная новость. С 1 ноя этого года нет тарифов на электроэнергию. Рек их не устанавливает. Есть тариф на газ. Понятно, вы же про всю энергетику, энергобизнес говорите. Я говорю, тарифы отменены с этого года на электроэнергию. Есть оптовый рынок, цена оптового рынка. Тарифы на транспорт другое дело, на распределение. А тарифов на электроэнергию нет. Мы вообще про энергетику. Или я ошибаюсь. 100%. То есть ваш доклад, если мы говорим про энергетику большую, например, вообще ошибочен. Если вы имеете в виду другую энергетику, тогда другое дело. Я слышал про мупы. Вы тогда представляете мелкие, унитарные или как там? Муниципальные. Извините. Небольшую энергетику. В том примере была тепловая энергия. В том примере была тепловая энергия. Тепловая энергетика. Я к тому, что если бы вы назвали тепловая энергетика, было бы понятнее. А то начинаются неудовменные вопросы, про что вы именно говорите. Конечно, есть ТГК-9, например, который имеет свой тепловой бизнес и у него там какие-то проблемы. Или вы говорите, нет, мы только про мупы, про ТГК-9 мы договорим, у них там все в шоколаде, все регулируется с достаточной нормой прибыли, которая определяется в тарифе, определяется в инвест-программе. Они понимают, что они имеют с этого тарифа, на что они тратят, отчитываются и все нормально. Если бы там, например, ни платежи не было. Другое дело муниципальная энергетика. Там совсем другая картина, например. Совсем другая картина. И вы про нее и хотели нам сказать. Нет. Не про нее. Видите, ваш доклад непонятен, потому что он слишком общ, что ли, про энергетику в целом или энергобизнес в целом. Надо бы, наверное, как-то его структурировать, чтобы быть более конкретным. У вас такие вот как голословные были тезисы, так и не очень конкретные были пояснения. В чем слабость доклада, да? При этом я же не спорю, что у вас есть своя правда за этим. Наверное, вы в чем-то убеждены. Но воспринимали вас, не узнавая, про что вы говорите. Мы это учтем. Хорошо. Обязательно будем примеры приводить, цифры показывать. Да, давайте настраиваться на то, чтобы быть понятными. Пожалуйста. Злоказов, Денис Кейска. Есть вопрос на понимание. Правильно ли я понял, что мы говорим о том, что в отсутствии регуляции со стороны РЭКа, например, мы будем иметь дело действительно с бизнесом, со свободным рынком, с настоящей конкуренцией, с честностью, с клиентоориентированностью и с прочим. И вытекающий отсюда второй вопрос. Это есть ли какие-то виды регуляции, кроме денежных, о которых мы говорим, то есть требования к качеству, например, предоставления услуг. Смотрите, это не вопрос на понимание. Это вопрос на развитие доклада. При этом не исключено, что группа над этим вопросом вообще не работала. И вот на наших мероприятиях мы исключаем ответы на такие доклады, на такие вопросы, потому что за этим должен последовать индивидуальный рассказ вот этого человека. Группа ни при чем при этом. Он сейчас начнет вам что-то сочинять. Я с вами согласен. Давайте просто примем правило не задавать такие вопросы. Вопросы короткие на понимание, а ответы еще более короткие. Да нет. Тогда мы просто быстренько выясним, что он хотел сказать и после этого будем обсуждать. Пожалуйста. Там вот наш. Микрофон. Микрофон. Шабулин Сергей, группа государства. Вопрос на понимание. Правильно я вспомнил, что рек — это зло. Уже задавали этот вопрос? Я, он просто развернутый немножко. Я бы не хотел повторять это. Ну да, да. Ну такие слова «да». Снова «да». Значит, государство тоже зло. Ну, на самом деле, да. То есть вы за анархию? Я за то, что бизнес должен развиваться, и бизнес не может развиваться из-за того, что государство… Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вы за анархический режим? Я могу не отвечать на вопросы? Ну, можно не отвечать. Ну, то есть забота о населении тоже зло. Когда устанавливаются тарифы. Сергей, дело в том, что ты выстраиваешь логическую цепочку заведения докладчиков в тупик или признание того, что с другой точки зрения, кажется, нелогичным. Но мне кажется, что вопрос-то все равно голословный, дискуссия голословная. Она вот в каких-то самых общих-общих чертах начинается. И мне кажется, если бы группа выделила, например, что у нас есть сегодня энергопредприятия, муниципальные энергетики, теплоснабжающие, и многие из них испытывают трудности в своей экономике, потому что существуют ценовые ножницы. Затраты у них сегодня велики, а РЭК не позволяет им покрыть все затраты, при этом заботясь, конечно, о населении, а куда деваться этим предприятиям. Они находятся вот в этом, в этих ценовых ножницах, которые установил РЭК. И выхода, ну сегодня, во всяком случае, они чувствуют себя плохо, дискомфортно. Вот это сегодня есть в энергетике, да? Не искренено. Так? Тут как бы большой вопрос. Когда государство устанавливает вот эти тарифы, заботится ли оно о населении? У нас-то как раз мнение, что оно больше заботится о себе. Если государство, там, РЭК позволит тарифы там вставить в два раза больше, в три раза больше, то, как следствие, люди станут недовольны и выйдут на улицу, например. Выйдут на улицу, будут недовольны своим текущим правительством, ну и так далее, так далее, так далее. Ну можно, конечно, туда обобщать, можно я перебью? Соответственно, наше мнение, что государство заботится тем самым о себе, а не о населении. Ну я понимаю ваши далеко идущие намеки, о чем заботится государство, но тем не менее, вы же сейчас сказали, что есть другая сторона дела, да? Если мы возьмем ее в качестве потребителя, вот здесь сидит качество жизни, потребитель говорит, что тарифы на услуги вот этих самых мупов совершенно невыносимы, очень высоки. То есть мупы или муниципальный бизнес считает сегодня, что этих тарифов недостаточно бы сводить концы с концами. Население говорит, что мупы грабят население, ну и вместе с ним государство, которое становится высокие, а не низкие тарифы. И это сегодняшняя ситуация, на мой взгляд, это правда жизни. То есть каждый говорит, один говорит, что государство слишком сильно помогает бизнесу, потворствует, поднимает тарифы постоянно на газ, постоянно на электроэнергии, тарифы растут, безобразие. А предприятия говорят, невозможно вести бизнес, потому что мы находимся в жестких ценовых тисках, в жестком регулировании, которое не учитывает всех наших затрат. Правда возникает вопрос, все ли предприятия так считают или некоторые говорят, да вы подвиньтесь, умрите, обанкротитесь, а мы придем на ваше место с вашими тарифами, но с нашими технологиями и с нашей организацией труда, справимся с вашей поляной, вот это вот, какое это у вас муниципальное образование, мы все наладим. Есть такое? Есть и такое. Ну вот группа качества жизни говорит, что о тарифах речь не идет со стороны населения. Население не беспокоит тарифы? Да, сегодня у нас в группе ни разу не прозвучало слово тарифы. Группа качества жизни считает, что население тарифы не беспокоит. Нет, то, что она не обсуждала, я понимаю, но если вы считаете, что… Нет, это бывает, вы над этим сегодня не работали, но если вы начнете над этим работать, вы к какому-то мнению придете. Да? Я просто за вас попытался подумать, порассуждать. Пожалуйста. Мы сами сейчас еще один вопрос. Это вопросы или суждения? Я про суждения. Да, давайте суждения. Я просто силу того, что работаю там с тарифами, хотел бы ремарку сделать, но по поводу тарифов низкие, невысокие. Я думаю, что сегодня это к месту будет. Смотрите, ситуация какая. Раньше государство регулировало предельный уровень тарифов предприятий. То есть она установила планку, которая говорила, которую превышать нельзя. Потом, значит, в 2010-2011 год такой планки не стало. Не стало и все. Или в 2011 году. Отменили верхнюю планку. То есть сказали, она в принципе сложится, как сложится. То есть мы отрегулируем только передачу, а остальная энергия сложится, как рынок, как бы разведет там энергетику. И все. Население это не почувствовало, потому что у нее фиксирована цена. А промышленные потребители вдруг поняли, что у них тарифы выросли. Причем выросли по-разному. Тогда, после этого, президент выступил специальным программным заявлением. Привел в госсовет в Акасии и сказал, что там было длинное, вы можете синограмму прочитать. Он взял следующий текст, что мы все проанализировали, наши тарифы растут так быстро, что мы скоро перегоним в Запад. Ну как бы западную энергетику, ближайший наш Евросоюз, наши тарифы уже в некоторых областях равняются им, а некоторые уже превысили. Поэтому это наша программная позиция, мы ее занимаем и выпустили специальное распоряжение, по которому они ограничили рост тарифов. Рост тарифов стоял на этот год не выше 15, а на следующий год не выше 11%. То есть все, вот они потолок задали такой. Значит, ну я к чему эту речь-то веду, да? То есть с другой стороны, мы вот анализируем с Светланой Алексеевной, тарифы наши и, скажем, тарифы Германии. Там ситуация какая? Действительно тарифы для населения, для потребителей бытовых, тарифы Германии в 5 раз выше, в 5 раз. Но если мы берем промышленный сектор, то есть промышленность, имеется крупная промышленность, то там тарифы ниже процентов на 30. 30 процентов всего так. При том, что рост тарифа наш, как бы, да, нормальный российский рост. Если нам говорят 10 процентов, мы говорим, ну это караул какой-то. В Германии 2 процента роста тарифа. И они считают, нормально все укладываются. То есть я к чему говорю, что если такими темпами мы расти по 10 процентов, мы спокойно обгоним, перегоним там Германию через 3 года. А дальше что? Сами посмотрите. То есть это первый тест, ну что тарифы вряд ли будут расти, и государство, скорее всего, право в этом плане. А второе еще то, что выступал Слободин на недавнем совещании по Тюменскому округу, он там еще развернутая презентация была, и он говорит следующее, что при таких темпах роста и таком уровне тарифов, которые сейчас развиваются, стоимость самоизоляции становится рентабельной. Все проекты начинают окупаться. Поэтому вы можете растить тарифы дальше, но вы подумайте, какая перспектива это будет. Вот это по поводу рост тарифов. Я просто это как бы говорю, оно в части как бы такое, как сказать, содержательное выступление, просто чтобы было понимание, какое в области цен тариф происходит. Потому что естественно рек это зло, естественно он не такой, как он нам нужен, нам он не нравится, он плохой. Я, значит, всегда хочу, чтобы тарифы росли больше. Были времена, когда росли и по 30 процентов сетевые тарифы, и по 20 процентов. Сейчас 10 процентов, я понимаю, что это будет так. Это можно обсуждать дальше, но вот исходя из тех тенденций, что мы уже становимся дороже, наше производство реально дороже, чем в Германии. То есть представляете, что это значит? Это означает, что мне выгоднее открыть цех по сборке, не знаю, там, Боингов, где-нибудь там Баварии, например, чем у нас в Нижнем Тагиле. То есть чугун давайте плавить здесь, как бы, да, все производство грязно здесь, а высокая технология будет там, там ниже. Ну и второе, что толку мне сейчас ориентироваться на эти, значит, космические росты, если постепенно новая генерация становится такая же окупаемая, рентабельная. Новая генерация, ну я говорю, ну там про, даже вот эти новые блоки ПГУ, самоизолированные, которые не входят в сеть, они при определенном проценте начинают, ну по заявлению Слободина, но говорит, что сейчас уже это начинается, ну и с рентабельным. Ну тут реагирует на текст. Все, у меня все. Пожалуйста, еще заберем. Про тарифы в Германии и у нас. Значит, у нас инфляция 8% в год, в Германии пара процентов. То есть фактически-то получается, что у них идет увеличение 0 тарифов, а у нас 2%. То есть совсем не то соотношение. И у нас 10 тарифов процентов и 8% инфляции. Разница 2. У них 2 и 2, 0. То есть соотношения другие. Ну как бы цифры, цифры, то есть я говорю, что непростой вопрос. К нему не надо к цифрам тоже так вот прямо относиться. Есть суждения по двум докладам в целом? У меня есть суждения. Я попробую сейчас вам изложить свое мнение по поводу того, какая складывается ситуация в группах и что нужно делать. На мой взгляд, оба доклада голословны. И это вот констатация факта сегодняшнего. Нам надо с этого состояния нашего сдвигаться. Сегодня, видимо, другое было сложно сделать, потому что, во-первых, было просто очень мало времени. Первый день. У нас не 6 часов на работу в группе, а 3 часа. Кроме этого, знакомство и необходимо группам провести самоопределение, что группа будет, собирается делать здесь на игре. Вот мы в группе энергетики потратили на это достаточно много времени и совсем не оставили времени на содержательную работу. Практически не оставили. Тем не менее, что-то там получилось в конце. Я думаю, что нам не избежать вот какого-то до самоопределения, что, собственно, группа будет делать. Я приведу пример по поводу группы бизнес. Группа бизнес, насколько я понимаю, она стала воспринимать себя энергетикой как бизнес. Вот из тезисов видно. Энергетика как бизнес зажимает рек. Я бы говорил здесь, мне кажется, более правильно говорить. Это все-таки экономика, которая как-то влияет на энергетику. Хотя это не исключается, в том числе и такого взгляда на энергетику, как на бизнес. Но мне кажется, что если говорить на энергетику как бизнес, в целом там нету таких значимых проблем. Есть какие-то характеристики, наверное. Характеристики такие. В 90-е годы энергетика как бизнес, она была такой в переходной стадии. Там было тоже регулирование, были вертикально интегрированные компании, было довольно частое регулирование тарифов, где регулирующие органы подстраивались, собственно, под выживание всех. И в первую очередь, скажем, для нашей области, выживание металлургов. Всех отраслей экономики, и это было делать сложно. А бизнес, алюминиевый, например, бизнес, постоянно требовал снижения тарифа, потому что они в базе, потому что они самые лучшие потребители, самые лучшие плательщики, потому что они там выравнивают график, потому что если они умрут, то все умрут, там до шантажа и так далее. Вот это вот бизнес противостоял энергетике, требуя не повышать тарифы. В то время у нас тарифы были самые низкие в мире, по-моему. Но тем не менее такая борьба была. Потом мы перешли к реструктурированной энергетике и к повышению конкуренции в энергетике, к повышению степени экономической свободы в энергетике. Появилась рыночная энергетика, рыночные цены на электроэнергию, ну и тарифы на передачу. И что происходит сегодня? На мой взгляд, сегодня энергетики заявляют, Илья немножко об этом говорил, я не очень четко слышал об этом, бизнес заявляет, что сегодня тарифы на, не важно какая инфляция, на электроэнергию у них, вот здесь, скажем, на Урале особенно, уже чрезмерные для ведения бизнеса здесь. Это говорят алюминищики, это говорят, уже сегодня говорит Евраз, они говорят уже сегодня для аналогичных, предприятий в Штатах, в Соединенных Штатах Америки, я всегда думал, что она самая дорогая страна в мире, дешевле, чем для предприятий черной металлургии на Урале. И они не могут сегодня здесь вести бизнес конкурентно, в рыночных условиях, в конкурентных условиях, потому что цена большая. Не тариф, не РЭК, а вот цена на рынке электроэнергии. Вот такие сигналы подаются. Понятно, что еще и РЭК тут помогает, помогая регулируемым секторам энергетики, а именно электросетевым, например, компаниям, формируя им тариф на развитие, понимая, что долгое время, 90-е годы энергетика жила, вине экономика жила, я бы сказал так, за счет энергетики часто это утверждается, потому что энергетика не возобновлялась, не возобновлялись фонды, это линии электропередач, сети подстанции, должным темпом и старели. Не возобновлялись тепловые сети, должным темпом, и тоже старели, и износ нарастает. Но кроме этого не возобновлялись золоотвалы, а это более дорогостоящие мероприятия, сооружения вернее. И сейчас мы стоим перед угрозой закрытия Ревчинской ГРЭС, потому что новый золоотвал им не успеть построить. А до этого все откладывали, заполняли, заполняли, а надо новый 700 гектар строить. Они уже его не успеют построить. Они сейчас думают, как бы построить им сухое золоудаление со всеми вытекающими оттуда новостями, что это такое новая технология. То есть мы во многом сдерживали инвестиции в энергетику. Что происходит сейчас? Я бы не говорил про всю ситуацию, как про равновесные. Многое меняется. Во-первых, прошла реструктуризация энергетики и факт, что ее провело государство. И в этом смысле государство заявило про энергетику, что государство уделяет внимание развитию большой энергетики. Это правда. Провели реструктуризацию, мы знаем, первое. Во-вторых, появились признаки формирования государственной политики по поводу развития энергетики. Появилась, скажем, для большой энергетики генсхема. Вы, наверное, многие знаете, где схема размещения основных крупных объектов энергетики. Где здесь и объекты генерации, и объекты сетевые. Такие документы появились, даже уже второе чтение. То есть государство, собственно, на самом деле, вроде бы этим занимается. Но возникает ситуация, на самом деле, вот именно такая, что развитие энергетики сегодня, оно приводит к давлению на ценовому давлению со стороны энергетиков, цена электроэнергии, на успешное ведение бизнеса во всяком случае на территории Свердловской области. И мы стоим перед укрозой. Закрытие Богословского алюминиевого завода. Закрытие многих мелких предприятий, где в них энергозатраты велики. Например, золотодобытчики, золотопромышленники. Они говорят, что для них уже это неприемлемо. Многие сельхозпредприятия, я уж не знаю, какая у них цена в продукции, но заявляют о том, что у них непомерные затраты сегодня возникли. Правда, говорят это в связи с тем, что неправильно выбрали количество часов использования максимума. Но это, на мой взгляд, какие-то такие, может быть, бантики, придумки, как двигаться. Но многие, много сигналов поступает, как говорят от населения, много сигналов от экономики, от бизнеса. От бизнеса, что ситуация у него ухудшается по мере роста цен на электроэнергию, роста тарифов на транспорт ее. Это правда. Мне кажется, эти вещи обязательно надо отметить, но надо тогда различать, про что мы говорим. Метки такие делать. И наполнять ваши утверждения. Они, может быть, совершенно справедливы. Но когда они конкретно адресованы конкретной отрасли, конкретному виду энергобизнеса, например, тогда мы будем более четливо друг друга понимать. Мне бы хотелось, чтобы ваши доклады были и иллюстрированы здесь, и тезисы были как бы более развернуты и убедительны, более адресны, маркированы. Тогда мы начнем это понимать, как некоторая записка, достаточно правдивая, о состоянии дел. Вот мое видение такое, можно, конечно, с ним поспорить, но у меня есть представление, что тенденция у нас идет к тому, что инвестиций в энергетику как раз идет достаточно много. Смотрите, у нас на Речнинск-Эгресс вкладывается там миллиардов, наверное, там 16 вкладывает ЕНЛ в модернизацию. По-моему, миллиардов 12 обошлось строительство нового блока, нового блока 400 мегаватт на Сугресс. Это тоже ЕНЛ вкладывает. Газпром собирается вкладывать деньги в развитие Серовской ГРЭС и так далее. То есть инвестиции идут. И, кстати, если говорить про Иннопром, что мы имеем с Иннопрома? На Иннопроме было заключено соглашение, как одно из проявлений вот этого института, на привлечение инвестиций на территорию Серовской области на 180 миллиардов рублей. Из них мое министерство, Министерство энергетики, заключило соглашение на величину, не помню точно цифру, больше, чем 100 миллиардов рублей. То есть львиную долю как раз привлекло инвестиции в область. Конечно, Иннопром – это в этом смысле ритуал, это итог сделанной работы. Но, тем не менее, ритуал показал такой расклад. 180 миллиардов, из них, по-моему, 120 инвестиций в энергетику. Сумма соглашений – это показательно. Этот факт говорит просто о том, что инвестиции в энергетику все-таки сегодня пошли. В 90-е годы совсем другая картина была. И, кстати, все нулевые годы, можно сказать, инвестиции потихоньку-потихоньку начинали только приходить. Первая у нас крупная стройка под станцией Емелина, признак того, чтобы построено было, построено энергообъект, в том числе и за деньги потребителя. Потом под станция Анна МРСК построила, такие тяжелые миллиардные, миллиардные стройки. Они стали возможны, почему? Потому что пришли деньги. Да, и в этом смысле это тоже характеризует, на мой взгляд, отношение энергетики государства. Я бы согласился со вторым тезисом группы государства, что государство уделяет внимание развитию большой энергетики. В этом смысле да. Но, мне кажется, сказать вот это, это мало. Потому что, кроме того, что деньги идут в энергетику, а как они работают, какая энергетика появляется, какая большая энергетика появляется от такой заботы государства, правильные ли вкладываются деньги, туда ли они вкладываются. Здесь государство пока ничего не сказало, может быть, скажут другие группы. И в этом смысле маловато этого тезиса, даже маловато с этой конкретикой, что да, таки государство уделяет внимание. И есть постановление 823 от октября 2009 года, мне кажется, где впервые постановление, подписанное Путиным, требующее регулярной раз в год доработки и переработки двух документов. Схема развития энергосистемы субъекта, то есть Свердловской области, и программа. И вот такие документы у нас сейчас, программа у нас уже сверстана такая, а схему сейчас разрабатывают МРСК, за деньги МРСК. Такие документы стали появляться. Это тоже проявление, можно сказать, воли и позиции государства. То есть Путин подписал постановление, его стали выполнять хоть со скрипом, но стали выполнять. Началось движение в сторону выстраивания картинок этих схем, документов развития энергетики. К ним много вопросов есть, но это признак этого. И мне кажется, что группа государства должна была сказать примерно об этом, что кроме того, что она привлекает деньги, привлекает инвесторов, после приватизации появляются частные западные компании, например, ЕНЛ и другие, которые вкладывают деньги на условиях договоров поставки мощности в развитии энергетики. Это надо было сказать. Но кроме этого, можно было сказать еще и про конкретную политику, на что она конкретно направлена. И я понимаю, что все здесь не скажешь. Но надо понимать, что наши вот такие доклады требуют разворота определенной доработки хотя бы до какой-то полноты по какому-то отдельному тезису. Может быть, тезисов должно быть меньше, но они должны быть все более убедительно развернуты и проиллюстрированы. Вот это и есть главный, самый существенный момент, например, с точки зрения государства по отношению к энергетике. Ну, наверное, все пока. Пожалуйста. Государство к новейшим технологиям? Да. Государство говорит о том, что надо проводить инновации. Вот здесь вот было сказано, что государство уделяет внимание развитию, как правительство Свердловской области создает площадки для инновационного развития. Иннопром. Да? Ну, я говорю, да, Иннопром, вот я свидетельствую, что там фиксировались вот такие результаты работы государства, правительство области, по привлечению денег в развитие энергетики Свердловской области. И это факт, на мой взгляд. А говорить о том, что государство при этом проводит конкретные мероприятия на Иннопроме, иллюстрирующие, что оно на самом деле обеспечивает инновационное развитие энергетики, должны были вы, группа государства, которые говорили, провели Иннопром. Вам говорят, и что? Вы ничего не ответили. Я сейчас за вас должен делать доклад, что конкретно делало государство, я уже вам немножко помог. Честно говоря, вот так навскидку я не могу сказать, я понимаю, что там мы заставили участвовать в Иннопроме все крупные компании, и они все участвовали. А вот что конкретно, ведь вы же с энергокомпанией, возможно, кто-то из вас готовил свои выставки на энергокомпании, и вы можете, может, лучше мне сказать, лучше меня и мне как раз правильно сказать, как именно Иннопром способствовал продвижению инноваций, инновационного развития в энергетику. Я, честно говоря, вот не успел, у меня было дело по горло, не успел ничего сделать, кроме проведения там, там, на Иннопроме, двухдневного события, проекта, который назывался экспертный клуб энергетики, где, собственно, обсуждались проблемы и перспективы развития энергетики. В этом смысле, я считаю, я от имени государства что-то сделал для развития инноваций в энергетику. Другое, скажите вы, не знаю, это можно обсуждать. Идем дальше. Пожалуйста, пожалуйста. А вот вы говорили, вливание в энергетику, да, в России, в России, в энергетику Свердловской области, вливание… Привлечение инвестиций. Да, да, именно так. А проводился ли анализ того, с какой целью эти вливания пошли? А, это вопрос в группе генерации, в группе государства. Оно должно было ответить, а осмысленно ли привлекаются инвестиции? Нет, наверное, не так я бы хотел сказать. Но в группе государства вопрос-то, да? Да, возможно, вопрос им, но смысл в том, что инвестиции, они же пошли ниоткуда, не просто с воздуха взятые, правильно? И не просто так, по воле добрые… Это результат большой проделанной работы. Сначала продали рефтинг с ингресс итальянцам, а потом потребовали, что они вкладывали деньги в ее модернизацию. Нет, согласен с вами, но тем не менее, они же ждут какой-то отдачи от этого. Кто они? Ну кто, итальянцы, те же не… А мы говорим про что? Про государство, про меня, про группу государства или про итальянцев? Мы говорим про инвестиции, которые внесены в энергетику нашего региона. Да. Да. Те люди, которые вносили инвестиции, ну не знаю, люди, организации там… Ну компания ЕНЛ. В том числе. Да. Они же не просто так, как вносили. Они подписали на проме, что будем вкладывать в рефтинскую ГРС там 14 миллиардов. И что? Вы просто в чем? Вы говорили о 120 миллиардах. В том числе. Я говорил про рефтинскую ГРС и про средневральскую ГРС. 12 миллиардов там было. Я хотел бы охватить полностью. Что-что? Я хотел бы охватить полностью. То есть все 120 миллиардов. То есть они же не просто так внесены. Я плохо слышу, честно говоря. В чем вопрос? Вопрос… Задавили. Вопрос в том… Вот эти активы, которые пошли на инвестиции энергетики Свердловской области, они внесены, соответственно, с каким-то умыслом. Куда-куда? Просто с умыслом. Правильно? Цель инвестиций на самом деле. Цель инвестиций? Да. Не просто же поддержать наши умершие фонды. Рефтинская ГРС. Модернизация всех блоков. То есть замена оборудования и продление жизни этой станции еще на 50 лет. Это станция, предполагают итальянцы. Хорошая станция, крупная, эффективная, в центре нагрузок, в хорошем узле находится. И если ее заменить, все оборудование, она отобьет эти инвестиции легко. И она будет выдавать свою электроэнергию по связям. Нарисовать? Значит, у итальянцев есть свои акции, соответственно, в этой Рефтинской Греции. Что есть? Ну, итальянцы являются акционерами. Рефтинская Греция. Итальянцы являются владельцами, собственниками. А, даже так. Собственниками, да. Извините, тут по моему собственному незнанию. Прошу прощения. Нет, ничего, ничего. Давайте объяснять. Тогда, конечно, понятно, что реконструкция, она как бы сама собой вызвана. Ну, смотрите, давайте тогда я покажу. У нас пока нечего обсуждать, потому что общие фразы, да. Вот надо за что-то зацепиться. Пример с Рефтинской Греции. Ну, в том числе. Вот, например, с Рефтинской Греции. Как работает государство? Давайте я вот такую картинку нарисую, чтобы… Может быть, как-то было понятно. Как-то Рефтинскую Грецию нарисуем. А я вот буду квадратика наперекор тем, кто мне совет дает рисовать ее. Рефтинская Греция. А кружочком буду рисовать подстанцией. Мне так хочется. Подстанция южная. Подстанция Тагил. Подстанция БАС. Линии на подстанцию Калина. Вот тут у нас еще есть подстанция Емелина. На подстанцию Шагол. Подсказывайте. На подстанцию Козыревская. И две связи в Тюмень. И вот это вот наша родная Свердловская область. В связи 500. Есть еще связи 220 кВт. Основная системно-системообразующая сеть 500 кВт. В самом крупном узле у нее находится Рефтинская ГРЭС. 3800 мегаватт. Что у нас по большому счету есть еще в энергетике Свердловской области? Есть еще. Вот так вот нарисуем. Вот здесь вот. Верхне-Тагильская ГРЭС. 1500 мегаватт. Есть еще. Средневральская ГРЭС. Она была 1182 мегаватт. Поскольку построили еще там 410. Скажем 1500 мегаватт тоже. Все. Три станции больше 1000 мегаватт. Больше крупных. Таких крупных станций у нас нет. Итальянцы купили две станции. 1500 и 3800. Всего у нас 9246 мегаватт. Можно почитать процент. Крупный кусок. Больше половины электроэнергии вырабатывают сегодня на территории нашей области итальянцы. Итальянская компания. Понятно, что ситуация принципиально новая. Это ситуация вроде бы к теме сегодняшнего дня. Характеристика. Чтобы не быть голословным, мы к чему-то должны привязываться. И вот сегодня итальянская компания говорит. Мы готовы. Раз мы взяли, подписались под договором поставки мощности. Построить здесь еще один блок. 400 мегаватт. Они его построили. Это первая за 30 лет введенная мощность. Это событие. Вот в 20-е, 90-е годы ничего не было. В нулевые годы практически ничего не вводилось из генерации. И тут 400 мегаватт. Новый блок, ПГУ, американская турбина, газовая, чешская паровая. Современное оборудование. 220 грамм условного топлива на киловатт-час. В то время как, скажем, Серовская ГРЭС, там 500 грамм на киловатт-час. Вот здесь у нас 525 мегаватт еще есть. У нас еще есть Новосвердловская ТЭЦ, тоже 550 мегаватт. У нас еще есть Белоярская АЭС, 600 мегаватт. Вот еще 3 более-менее крупных станции, но в 2 раза меньше, чем 1000 мегаватт. Или в 3 раза меньше, чем с УГРЭС. И понятно, во много раз уже меньше, чем Рештинская ГРЭС. Естественно, что они делают? Они договариваются со Свердловской областью, как они будут вести свой бизнес. И мне кажется, они договариваются по-честному. Они говорят, мы готовы вкладывать деньги. Да. Да, конечно. Мощности. Я к чему? Я нарисовал картинку для того, чтобы по ней можно задавать какие-то вопросы. Я еще пока ничего не утверждаю. Я просто говорю, вот примерно у нас какие-то штрихи к картинке Свердловской энергосистемы, как она есть. И там еще есть несколько там мелких станций, которые пока в расчет не берем. Пришли, пришла крупная компания. Говорит, вкладываем деньги, вкладывает, строит. Теперь она готова вкладывать деньги в Рештинскую ГРЭС и модернизировать все блоки, 10 блоков. Повышать их мощность примерно на 10%, то есть она еще будет мощнее. И плюс они ее, поскольку она выработала тоже свой ресурс, значит ее все равно надо либо закрывать, либо модернизировать. Они говорят, мы будем модернизировать. И вот долгожданная модернизация к нам пришла. Это признак. Вы ездите на зимней резине? Да. Почему вопрос? Мне кажется, это то же самое. Не догнал. Вот если это Рештинская ГРЭС принадлежит итальянцам, то есть вот вы на своей машине резину меняете, а они реконструируют свой ГРЭС. Но? Для того, чтобы получить какую-то дальше. Они продляют срок службы. Согласен? Я только не понимаю роль государства в этом. Роль государства? Да, роль государства-то какая в итоге? Ага. Роль государства. Смотрите. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Они делают свой бизнес, мы-то, мол, тут при чем? Вот здесь можно, может быть, порыться. Я понимаю теперь, куда он шел. Какая роль государства? Мы заинтересованы, чтобы электростанция была? Конечно. Значит, мы должны договариваться с ними, да? О том, что они продевают. А хотите сказать, что они не заинтересованы? Я не знаю. Есть предприятия, которые покупаются для того, чтобы их закрыть. Значит, будут новые строить, видимо. Ну, может быть. Во всяком случае, у нас есть, скажем, старые-старые станции, которыми никто ничего не делает. А вот это первая станция, с которой собственник пришел и готов что-то делать. Допустим. Что мы тут можем пообсуждать? Нет, так я и говорю. Позицию государства, да? Роль государства-то в этом случае. Роль государства. Вот вы говорите, 120 миллиардов рублей человек. А у вас есть версия, какая должна быть роль государства? У меня есть версия. Какая? У меня. А почему бы государству вот на деньги, вырученные от продажи станции, не построить бы еще одну станцию? И стать государственным бизнесом, да? Заниматься. Она же государственная была. На самом деле, у меня позиция есть. Я сейчас ее раскрою. Я ее занимаю, собственно, последовательно. Я против ревтинской грессы. Я против, чтобы она жила еще 50 лет. Я считаю, что не надо было заключать это в соглашение. Надо говорить, купили, ребята, вот теперь на металлолом, на кирпичи и увозите в Италию свою ревтинскую грессу. Она нам не нужна. Тогда вы выглядите как-то непоследовательно. Я? Да, вы. Как непоследовательно? Я пока про себя только начал говорить. На проме вы, в том числе, я так понимаю, роль государства, внесли в том, что помогли, не знаю, помогли, поучаствовали или еще как-то 120 миллиардов инвестиций. Я правильно вас услышал? Нет, не 120 миллиардов. Ну, не важно, но более 100. Так было бы озвучено. 120 миллиардов это всего. 180 всего. А из них в том числе, 180 всего по области, из них 120 всего в энергетику. Из них в том числе в ревтинскую грессу. Там, по-моему, 14 миллиардов, сюда 12 миллиардов, еще там куда-то. То есть это сумма всех инвестиций. Там, в том числе, газовики еще есть. Речь идет о разных вещах. Это и то, и то правда. Всего, я говорю, 180 миллиардов. Зайдите на сайт правительства сейчас и увидите. Может, я ошибся на миллиард, может, 182. Речь идет, если о конкретном соглашении, то здесь там конкретные миллиарды под модернизацию записаны. Пусть я даже ошибся там, ну, в два раза. В чем суть-то? Да это не важно. Я просто спрашиваю, о чем? Все-таки роль. В чем роль государства? В чем роль государства? Да. Вот привлечение инвестиций, в том числе, достигнутые ли были договоренности какие-то. А уменьшение тарифов, не знаю, там, снижение налогообложения в связи с реконструкцией. Это Рихницкий, ГРС, там, не знаю, может быть, они увеличивают там персонал и так далее. Если понимать группу государства, то она сказала, государство уделяет, и правительство Свердловской области, уделяет внимание развитию большой энергетики. Я вам это проиллюстрировал. Я сделал это за ту группу. То есть я считаю, что они правы, но они были голословны. Если бы они, например, вот это сказали, вот почему мы утверждаем, что правительство Свердловской области уделяет внимание развитию энергетики при влечении сюда инвестиций. И если понимать позицию области и ее задачи в привлечении инвестиций, то она с ней справляется. А если ее понимать иначе, а я ее понимаю иначе, то она с ней еще пока не справляется. Я понимаю, что позиция государства заключается и в привлечении инвестиций, и в проведении правильной нам политики, а именно продвигать, развивать энергетику, менять энергетику в ту сторону, которая нам интересна. То есть энергетику надо, кроме этого, еще и менять, не просто воспроизводить. Скажем, если она будет более экономична, то прибыли будут у энергокомпании. Ей хорошо, а нам чего, да? А вот мне кажется, что нам надо, нам государству и нам населению, правительству области, надо, чтобы электростанция Рефтинская была более экологична. Это совсем другое. Она должна быть более экологична. Но экологична в рамках законодательства существующего, правильно понимаю? В рамках государственного законодательства, в рамках перспектив растущих требований к экологии. Поэтому я говорю, я против привлечения этого инвестиций, просто как привлечения инвестиций. Я против. Я считаю, что этого мало, просто привлекать инвестиции. Надо еще с них требовать, чтобы она была экологичной. У меня сложилось впечатление, что энергетика развивается сама собой, а государство делает вид, что оно тут помогает. Ложное впечатление. Потому что, кроме меня, еще один человек, который на этом настаивает. Анатолий Леонидович Гредин. Он сказал, я вам не буду подписывать соглашение, пока вы мне не покажете улучшение экологических показателей. Я был ошарашен, когда Энрик Авиали, известный человек, солидный, голова компании приехал подписывать соглашение, ему говорят, пошел вон, не буду подписывать соглашение. Потому что я не хочу, чтобы Рестинская Гред существовала в том виде, в котором она сегодня существует. Потому что сегодня это второй в России загрязнитель после норильского никеля, как говорят в нашем министерстве природных ресурсов. Не устраивает и в этом, и есть, и должна быть государственная политика. Не только в привлечении инвестиций. К сожалению, группа государства об этом не сказала. При этом это не то, что нету, это даже есть. Да, пожалуйста. Сегодня Рестинская Гредс выбрасывает 150 тысяч тонн золы через электрофильтры. Итальянцы ставят рукавные фильтры, самые лучшие в мире. И Рестинская Гредс перестанет выбрасывать золу. Там снижается на порядке, на несколько порядков. И они будут, новые блоки будут улавливать золу. То есть вы считаете этого мало? Да. Еще можно больше? Да. А тогда может мне… А дело в том, что она все равно с этими электрофильтрами, вернее, с рукавными фильтрами все равно не вписывается. Не вписывается в экологические требования нашей экологической концепции. В те параметры, которые должны быть достигнуты к 2020 году. Да. То есть надо совсем другую энергетику развивать, вы считаете? Да, ну, наверное. Которая экологичнее. Да, экологичную. А почему нет? Или эту Рестинскую Гредс еще можно модернизировать, чтобы снизить экологические воздействия? Или закрыть. А, закрыть. А где 3,8 гигаватта взять еще? А они нужны? А зачем тогда подписывать соглашение с Рестинской Гредс, если они не нужны? Они, конечно, нужны. Но вопрос, где они нужны, какие они нужны. Я понимаю, что, в принципе, нам нужны, на мой взгляд, порядка 13 тысяч мегаватт к 2020 году, судя по прогнозу нагрузок. Вот, как я государство, когда мы докладывали, что мы говорили, что государство не смотрит на новейшие технологии, а именно занимается большой энергетикой. А государство, может быть, и не должно смотреть на новейшие технологии, оно должно смотреть на требования. И говорит, мне не важно, какими технологиями вы уловите все эти выбросы, не важно, чтобы выбросов не было. А технологии это вы сами в своей Италии ищите. Моя работа? Я и говорю, группа государства в этом отношении не раскрыла своей позиции содержательно. Вот это очень важный момент. Я при этом ее не виню. Времени будут цветнуть. Я-то приехал с этим багажом, а вы-то приехали без этого багажа. Но тем не менее, я просто обращаю внимание на то, что наши доклады должны быть содержательны, убедительны. Это пример не вам упрек. Это пример к тому, что давайте как-то стараться, пусть даже один будет тезис, но этот тезис будет как-то проиллюстрирован. Кстати, есть справочные материалы, есть интернет. Загляните в них и утверждайте что-нибудь содержательно. Вот об этом просто мое выступление. Можно вопрос еще? Мы говорим о том, что государство играет роль в регуляции, выставляя требования. Можно ли предположить, что бизнес когда-то энергетически дойдет до такого уровня, чтобы он эти требования сам себе предъявлял, чтобы это были требования рынка, а не со стороны регулирующего органа? Дело в том, что этот вопрос не относится к сегодняшней дискуссии. И оттого я выступил с некоторым содержательным, экспертным одновременно и методологическим комментарием. В том смысле, что я предлагаю доклады наши дорабатывать до некоторой содержательной информационной подкладки, что ли, выкладки, где просто было бы видно. Я говорю, я не спорю с тезисом. Тезис правильный. Но я предлагаю в дальнейшем эти тезисы, может быть, на нем сосредоточиться, разворачивать. Другое дело, выделяет ли государство, скажем, внимание развитию такой же, развитию, скажем, торфяной энергетики? Там ничего не было сказано, по-моему, да, Игорь? Доклани не прозвучали. А было бы интересно, чтобы прозвучали, конечно. А этот тезис, мне кажется, правильный, но он недоработан, и поэтому он пустой какой-то, как бы ни о чем слышишь, и не за что зацепиться. Я как бы вас поддерживаю, но предлагаю быть убедительными, в том числе, вот каждый свою часть правды знает. Я вот сегодня узнал такие вещи, потрясающие меня про энергетику, каждый раз узнаю, потому что каждый из вас знает что-то гораздо лучше, чем я. Мы все знаем что-то конкретное, давайте свое говорить. Я вот это знаю просто. Я знаю, что кроме 150 тонн золы, они выбрасывают еще 70 тысяч тонн азота, окислов азота, и 150 тысяч тонн окислов серы. И с окислами серы они не собираются ничего делать. И именно поэтому с нулевыми выбросами золы они не вписываются в концепции. И поэтому мы с ними спорим сегодня. Ребята, ну ладно, хорошо, договорились, но давайте думать дальше, как вписаться в экологические требования. В этом смысле, я думаю, государство у нас в принципе-то работает. В чем-то, в чем-то оно работает, не во всем может, в чем хотелось бы, но здесь мы работаем, мы говорим, мы их добьем. Либо у меня есть личное предложение перевести на газ ревчинскую грязь, пусть она работает. Тогда не будет окислов серы, может быть. Они говорят, нет, да вы что, с ума сошли, не годится, спор, спор не закончен. Есть рабочая группа, мы будем регулировать этот процесс, но это нормальная работа, она так и должна идти. Вот предлагаю вот такого рода примеры приводить про нашу энергетику в Северной области. И мы сообща, я одно, кто-то другое, кто-то третий, кто-то четвертый, мы выстроим правду. Картинку, которую никто из нас целиком не знает, а сообща, мы ее выстроим и скажем, вот что мы знаем про энергетику в Северной области. Например, через призму, например, позиции государства, что делает сегодня правительство области. Вот что делает, например, требует, чтобы повышали экологию и правильно делает, на мой взгляд. Я считаю, вот в этом смысле, могу как угодно относиться к разным личностям, я позицию представителя правительства поддерживаю в этом вопросе. Зачем нам нужна эта экология? Они говорят, это очень дорого. Мы говорим, интересно, а у вас как? В Италии, как у вас? У нас там все в шоколаде. Мы тоже хотим, чтобы у нас было так же, как у вас. Что тут такого? И в этом смысле наша позиция, конечно, сложна, потому что они понимают, что может проще закрыть Левчинскую ГРЭС, чем рядом с ней строить систему сероподавления, эшелонами туда извязь возить, завод рядом строить новый. В общем, как-то они взгрустнули. Да? Микрофоны плохо работают. Вы вот один запрашиваете. Получается, что энергетический бизнес прибыльный у нас в регионе, раз в него вкладывают деньги. Ну, видите, ведь не надо говорить так, что энергетический бизнес – это вот здесь и сейчас. Это же очень длинные инвестиции, очень длинные деньги. И вот мне Илья Шевелев рассказал интересную вещь про немецкую энергетику. Может быть, сейчас тогда ты расскажешь по поводу того, что прибыльный ли бизнес, и почему строят они ветряки, которые имеют совершенно несусветную какую-то себестоимость. Зачем им это надо? В России не бизнес, если он за три года не окупается. Так. Сколько окупаются ветряки в Германии, Илья? Лет 20. Ну, там… Не знаю. То есть, как бы там ситуация какая в Германии. Они говорят о том, что у них принята программа за обновляемых источник энергии. Специально есть надбавка в тарифе, как бы, да, на компенсацию зеленой энергии. Поэтому там есть обеспечительные меры, которые в течение там, ну, позволяют производителям, получают продавать тарифы, грубо говоря, по тем… Ну, в смысле, продавать свою энергию по тем ценам, которым надо. То есть, насчет ветряков я конкретно не могу цифру привести. Например, там стоит солнечная батарея, там пример такой на бытовом уровне. Там каждому известно это. Что? Ты на своей крыше можешь поставить солнечную батарею. Она продается в магазине, как бы, да? Ты устанавливаешь модуль солнечный. Ставишь второй счетчик, подсоединяешься к сети. При этом ты покупаешь от сбыта энергию на собственное потребление по 26 центов. Сбыт у тебя обязан купить по 30 центов своей солнечной батареи. Он не имеет права тебе отказать. Тебе твоя задача только зафиксировать, сколько таких ла часов выдала его сеть. Все. Но говорят, тебе такое… Ну, как бы, говорят, что ты можешь покупать 20 лет срок купания. На 20 лет и устанавливается этот льготный тариф. Но со снижением, с небольшим, как бы, да, там все продумано. Нельзя устанавливать солнечную батарею на земле. Потому что там другая ставка. Там говорят, нет, земля только… Да, земля дорогая. Фермеры строят фиктивные сараи и там делают. Ну, то есть я к тому, что говорю, что видна четкая позиция государственная в том, что нужно создать парк солнечной батареи, тогда они станут дешевыми. Причем, ну, наполнить просто так же, как с фитропарком. То есть мне говорят, что сейчас у них в отдельных областях, установленная мощность ветровая, она превышает традиционную, просто больше. Ну, установленная, естественно, что она там… У них проблема в том, что когда ветер дует, в режимах там близких к номинальному, они не знают, как выдевать энергию, не могут пролететь. Спасибо. Вот мне кажется, вопрос ваш очень важный. Прибыльный ли сегодня бизнес в энергетике, в России в том числе, да? Но он очень сложный, его нельзя рассматривать одномоментно, а рассматривать надо на перспективу. Как Илья говорит, вот они считают, что мы сейчас все равно переживем эти тарифы, как-нибудь они размажутся, мы компенсационные меры примем, чтобы это было выгодно, а иначе не было бы выгодно, иначе этого ничего не было бы. Мы создадим им некие искусственные подпорки, они будут вкладывать деньги, вернут эти деньги искусственно, без государства бы не вернули. А после этого немцы будут иметь бесплатную электроэнергию, когда они окупятся, будут продолжать вертеться с помощью ветра. Вопрос не такой простой. Я предлагаю просто этот вопрос понимать, что он требует, видимо, дополнительного осмысления и поиска правильного ответа, каким должен быть бизнес, какая должна быть энергетика российская с точки зрения бизнеса, с точки зрения правильности, инвестиционной политики государства. Мне тут многое не ясно, на самом деле. Я уважаю вопрос, но в силу того, что он не прост, а как раз глубок, и может при правильном обсуждении его вывести нас на какие-то правильные представления о том, как строить энергетическую политику. Спасибо. Мы можем его обсудить в течение игры, наверное. Было бы здорово, если бы что-то поняли мы на эту тему, какая должна быть политика. Да, вот сегодня правильно или нет, что в ней правильно, что неправильно. То есть вопрос такой, все-таки прибыльный ли бизнес энергетический на Урале? Да, он бессмыслен, по-моему. Такой вопрос бессмыслен. Прибыльный или нет, какая разница? Мне все равно, прибыльный или не прибыльный. Если мы говорим про развитие энергетики, то я говорю, неважно, прибыльный он или не прибыльный. Мне надо сделать так, чтобы он работал. При этом, если бизнесу надо, чтобы он был прибыльный, я сделаю, чтобы он был прибыльный. Иначе бизнес не будет работать. Я услышал самое главное. Спасибо. Спасибо. Продолжаем. Алексей Евгеньевич, у меня возник организационный вопрос. Насколько я понял, две группы выступили. У вас доклад качественный был. Иллюстрация и предложение так дополнять свои доклады. Как-нибудь так. Какого плана организационный вопрос? Третья группа не будет выступать, насколько я услышал. Я вспомнил норму, собственно говоря, когда группа не выступает, игротехник хотя бы пару слов об этом говорит. Вот мы будем этого придерживаться или нет? Третья группа из… В кластере, который сейчас заканчивает выступление. В этом кластере? Хорошее предложение. Давайте поразмышляем. На самом деле кластер сейчас отработает. А что будет с докладом группы, который не прозвучал сегодня? Мы же договорились, что если кластер принял решение, что группа не выступает, это может быть два момента. Либо этот доклад не заслушивается вообще, либо он идет у нас на пленуме, который не подлежит обсуждению доклада. Такая же была постановка. Алексей намекал на ту традицию, когда группа не смогла выйти с докладом, тогда игротехник объясняет, почему не получился доклад. При обсуждении такой структуры вот эта традиция не обсуждалась. Она как бы не рассматривалась. Я понимаю это. Но я не знаю ситуацию в вашем кластере. Доклада вообще не получилось третьего? Или просто это был отбор? Ну тогда нечего обсуждать. Спасибо. Движемся дальше. Тем не менее игротехников хотелось бы заслушать. То есть грубо говоря небольшая. По поводу чего? Почему не было доклада? Почему не было доклада? Вы уже выяснили, почему не было. Нет, ну в дальнейшем. А в дальнейшем, если у нас будет ситуация, про которую намекнул Алексей, если группа почему-то не смогла сделать доклад, это объяснение, наверное, будет уместным. Попробуем. Хорошо, спасибо. Продолжаем. Мне очень понравился тезис группы конкурентный бизнес. Такой очень смелый. Про государство это зло. Вот если бы его развернуть, точно так же и наполнить содержание. Но нету таких экспертов у нас, к сожалению. Группа кадра для развития энергетики. Я уже не помню, на чем мы договорились. Из социально-экономического кластера выступает группа Качество жизни. Ну? И где? А вот Качество жизни. Качество жизни, да? Пожалуйста. Смирнов, Максим. Спасибо. 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 Я что-то даже как-то это и сейчас растерялся. Что сейчас? Мне заново повторить, да? Весь доклад, который мы уже сделали. Да? В общем, качество жизни. Совещаясь в кластере, то есть мы пытались дать определение, что такое качество жизни. То есть мнения расходились, мы как бы взяли во внимание три наших понимания, что такое качество жизни. То есть первое у нас это возможность удовлетворения потребностей, да? Это у нас не отображено, конечно, в слайде. То есть это у меня записано. Потом соответствие установленным требованиям и нормам. Но вот именно второе определение, как бы это не то, что к качеству жизни, а вообще к определению качества. Что такое качество? То есть вот. И третье, то есть степень поддержания потребностей. То есть эту степень поддержания потребностей, как бы это выдвинули наши виртуальные коллеги, участники, то есть в дополнение к нашим годам. То есть как бы самое главное, мы выяснили причины и проблемы, которые мешают качеству жизни Свердловской области. В общем, мы составили список потребностей, да, которые как бы необходимы для, то есть они как бы являются составляющими качества жизни. Конечно, их все очень трудно перечислить, но самые часто встречающиеся мы записали. Это такие, как питание, здравоохранение, доступное жилье, наличие рабочих мест, образование, культур-мультур, семья, секс, отдых, сон. То есть под культурой мы тоже понимаем походы в театры, там катание на лыжах, ну я не знаю, там на коньках, ну то есть времяпрепровождение, то есть это все-таки является тоже неотъемлемой частью качества жизни. То есть любые занятия, в том числе и секс на рабочем месте, да, то есть является там для кого-то качеством. Ну конечно, это взято, может быть, отдельным ячейком, да, то есть общество, но может быть многие с этим согласились. Ладно, следующий слайд, пожалуйста. В общем, мы выявили как бы несколько таких самых распространенных проблем энергетики по нашей Свердловской области. Отсутствие возможности удовлетворения возникающих потребностей в использовании энергии. То есть это проблема, то есть пример этой проблемы, когда потребителю, находящемуся далеко от электрических сетей, то есть у него возникает потребность в электроэнергии. Ну, поскольку строительство длинной линии от сетей, там, допустим, ЕСК, там, либо, ну вообще неважно, от энергетических сетей до потребителя получается слишком дороговато. Вот, то есть и поэтому, ну в любом случае, как бы потребитель, он получит эту электроэнергию, но ему придется ждать. То есть ждать получается в том случае, когда поступит несколько заявок от группы потребителей, находящихся там в данном районе, да, то есть поблизости, чтобы ради одного не тянуть линию. То есть все равно даже ради одного потребителя, это все-таки полития электросетевой компании, да, то есть она там расширяет свои сети. Вот, ну то есть именно такой возможности возникающей, то есть быстрого удовлетворения потребностей, это затруднительно, в общем. Вот, вторая проблема, это невозможно прогнозировать возникающие потребности потребителей. Объясняется это тем, что промышленности, вообще наша жизнь, то есть темпы жизни, они стремительно растут и из внедрения новых технологий, новые, нужны новые промышленности, новые объемы промышленности. То есть сегодня потребителю нужно 1000 мегаватт, а завтра он развивает новый бизнес, ему надо еще 10 тысяч, да. То есть по его первоначальному запросу строится источник питания там на 1000 мегаватт, там, 1000, то есть, как сказать, компания, предоставляющая энергию, да, то есть она не может спрогнозировать то, что завтра он будет, потребитель, расширять свои производства. То есть вот эту невозможность прогнозировать, как бы, является основной, то есть, одной из основных проблем. Третья проблема, это наличие ограничений в поставке качественной энергии по причине недостатка инвестиций в реконструкцию сетей. Здесь мы понимаем то, что сети не реконструируются из-за устаревшего оборудования, происходят перерывы в электроснабжении, то есть то, что как бы отображается на качестве поставки электроэнергии. И вот эти перерывы в электроэнергии, они зависят не только от передающей компании, да, то есть которая осуществляет транспорт и распределение энергии, но и также это распространяется на генерирующие компании. Здесь, то есть, конкретизировать от кого что зависит нельзя по отдельности. То есть здесь как бы тоже система получается. В итоге потребитель получает некачественную энергию как бы в совокупности вот этих вот проблем всей сети. Четвертая проблема – это избыточная бюрократизация в процессе получения услуг конечным потребителям. Здесь мы хотим пояснить, что потребитель, приходя за бытовую компанию, то есть за энергию, просто ему может быть где-то недоговорят, либо что-то там. То есть отсутствие полной исчерпывающей информации, что ему делать, как делать и где делать. Вот. То есть считаю, что нужно просто как бы облегчить этот процесс. То есть это решение как бы. Вот. Ну вот и одна еще из таких вот проблем у нас, пятое, наличие приоритетных потребителей. То есть есть деление на тех, как говорится, богатых и бедных. То есть пришли богатые, платят денег, ему там все предоставили энергию в кратчайшие сроки и очень быстро. Есть люди, которых нет денег и они как бы ждут вот по нормам, да, у них прописано там в законодательстве, что вот, да, будет вам электроэнергия там, будет вам тепловой газ. Ну вот до вашей дам деревни еще пока не дошло ничего. То есть и приходится бедным ждать. То есть вот это вот, у нас как бы есть такая проблема. То есть деление людей, не то что людей, потребителей. Ну шестой пункт, я уже говорил, то что мы его как бы сгруппировали с третьим пунктом, это наличие в сетях оборудования с истекшим сроком эксплуатации, да, то есть которое как бы лет уже 60 работает, хотя срок службы у него там 25 лет уже. Ну до сих пор оно присутствует в сетях по причине недостатка инвестиций. Ну седьмая проблема у нас это проблема учета электроэнергии снабжающими организациями. То есть все равно присутствует возможность, вернее, невозможность учета каждого там киловатта электроэнергии, потому что всегда будут те люди, которые захотят получить ее бесплатно. То есть такие, как говорится, кулибины, которые придумают изощренным способом, в общем, и все равно за ними, то есть за такими людьми и потребителями очень трудно уследить. Отсюда вытекающие последствия, то есть потребление расхода электроэнергии увеличивается у компании, а цены по тарифу, то есть остаются те же самые как бы. У нас с проблемами все. Следующий слайд, пожалуйста, включите. Мы как бы еще выделили и достоинства современной энергетики. Первое достоинство у нас это внедрение необслуживаемого оборудования при строительстве новых источников питания и при реконструкции старых. Конкретно, например, привожу модуль, который комплектует своей БКТП необслуживаемым оборудованием SafeRing, Schneider Electric, ну и тому подобного оборудования, то есть которое на весь свой срок службы не требует какого-либо обслуживания. Тем самым это влечет за собой качественное снабжение и отсутствие в перебоях питания. Второе – это внедрение возобновляемых источников энергии. То есть борьба за экологию все-таки вынуждает нас думать и в том направлении как бы нам использовать солнечную энергию, энергию ветра, энергию движения воды и такое подобное. Внедрение инновационных систем управления и реализации процессов. То есть все какие-то, какие-либо процессы даже вообще. Раньше подписание бумаг, да, приходилось ходить с бумагами, подписывать, сейчас это делается в режиме онлайн, в системах электронного документа оборота, что существенно сокращает сроки согласования документации. Проектный, разрешительный. Не буду конкретизировать вообще какой. То есть вообще. Ну и четвертое у нас – использование интеллектуальных систем в энергетике. То есть это подобные реклоузеры и всякое такое, которые направлены на то, чтобы все-таки обеспечить надежность системы, стремление к тому, чтобы перерывов в работе было меньше и как можно было меньше привлечения рабочей силы, то есть на устранение там каких-то неполадок, то есть тем самым сокращая время в этом перерыве снабжения. Ну у нас как бы все. Спасибо. Вопросы? Микрофон, пожалуйста. А, ну схему у нас закладываю. Я вот думаю, мне коллега поможет. Алексей, помоги мне, пожалуйста, по схеме. А можно вопросик? Ну в общем у нас по схеме, как бы я могу сказать одним словом, то есть какие-то есть нормы качества, комфорт, то есть есть критерии определенной качества жизни, и формирование каких-то новых требований качества, то есть вернее формирование каких-то критерий качества формирует требования к нашей энергетике. То есть мы как бы это вот схематично изобразили на этом слайде. Ну вот у меня все. Пожалуйста. Можно задать вопрос? Вот по проблемам. У вас прозвучала такая причина, как невозможность прогнозирования роста нагрузок потребителей. То есть я мало с ней согласна. Вот, допустим, у нас приходят ведь работы, либо заявки, либо договоры, то есть есть же прогноз потребителя, есть опросные листы, еще что-то. Почему нельзя спрогнозировать? Это не вопрос, наверное, осуждение, а опровержение, да, несогласие. Это уточнение. Может быть у них есть какие-то примеры, факты. Ну тогда лучше задавать вопрос на понимание. Правильно ли я поняла, что? И как-то переначить формулировку, чтобы понять, именно это говорил человек, или не то он говорил. Почему вы не можете, нет данных, чтобы спрогнозировать нагрузку? Что мешает? Ну не надо отвечать на так. Нет, хорошо, я же когда пример объяснял, этот тезис, да, то есть пример объяснял, то есть мы никто не знаем, вот завтра он проснется и скажет, а я вот хочу производство завтра мощностью, мне надо мощности 20 тысяч мегаватт. Никто не может угадать желания. Мы не сказали то, что там прогноз увеличения мощности. Да, у нас есть как бы аналитическая информация, да, то есть исходя из там предыдущих лет, приблизительный рост, да, то есть промышленности, мы предполагаем, да. Но вот приехали иностранные там, какие-нибудь, я не знаю, представители компании, мы говорим, вот сегодня бизнес. Мы же не знаем, что они сейчас приедут. Они приехали, говорят, ребята, нам надо завтра там под станцию, мощностью такой-то, мы хотим там открывать производство. Никто об этом не знает. И мы предугадать этого не можем. Я ответил на ваш вопрос? На самом деле я не соглашусь с этим, потому что, как вы говорите, приезжают иностранцы, говорят, нам нужна завтра подстанция такого, но я вот не встречалась. Они приезжают, спрашивают, а возможно ли, а как, а что, и потом вводят свою подстанцию годика через два, через три. То есть есть промежуток времени, за который можно... Не надо продолжать вот такую дискуссию. Не надо. Вопрос, ответ? Вопросы есть еще? Или уже осуждение? Вопросы есть еще? Два вопроса. Я бы хотел просто немножко прокомментировать вот эту ситуацию о том, что невозможность аналитики дальнейших действий, это заключается в следующем, что речь идет о том, что невозможность на самом деле, аналитике все поддается, и мы понимаем, как будет развиваться наша сеть. Речь идет о том, что мы не можем прогнозировать на шаг вперед. То есть понятно, что есть аналитика, мы ее понимаем, следуем тому, о чем она нам говорит, эта аналитика, но на шаг вперед мы не шагаем. И здесь-то речь идет о том, что мы не можем построить РП где-то в поле, с учетом того, что завтра туда придет какой-то потребитель. Это о развитии. А почему не можете, правда, возникает вопрос. Ну ладно, это мы потом поговорим. Хорошо, давайте поговорим. Сейчас мы понимаем доклад. Вопросы на уточнение позиции докладчика. Я бы построил. Пожалуйста. Кривопальцев Владимир, 9 группа. Различает ли группа понятие проблемы и трудности? Можно ответить? Да. Различает. И в докладе вы говорили именно о проблемах или о трудностях? Ну, мы скорее говорили о проблемах. Все, понял, спасибо. Вопрос, да? Микрофон передайте, пожалуйста. А можно еще небольшой комментарий вот к этой схеме? Комментарии потом. А зачем? Комментарии потом. Сейчас вопросы на понимание. Еще раз. Вам персонально. Что-то как-то озлоблено на сегодня. Эта схема же все ясна. Она непонятна. Непонятна и непонятна. А не надо. Понятно, что она непонятна. И все. Комментируйте. Раз. Новиков Илья, 5 группа. Вот вы там список такой проблем приводили. Я правильно понял, что это вот такие какие-то штуки, которые ухудшают лично ваше качество жизни? Да. Спасибо. Вопросы кончились, да? Отлично. Начались суждения. Пожалуйста. Вопрос. Пожалуйста. Судя по названию предыдущего слайда, правильно ли я понимаю, что группа работала не по теме дня и не по теме группы? Нет, неправильно. Это суждение, наверное, да? Именно вопрос на понимание. Но мне кажется, что не вопрос на понимание. Чуть-то вопрос непонятен. Мне вопрос непонятен. У меня сложилось впечатление, что группа, да, забыла, кто она и где она находится. Бывает. Надо помогать, подправляться. Суждение. Пожалуйста. Пожалуйста. Вот можно говорить, да, про предыдущение часть этого доклада. Как сказано, сегодня день анализа, ситуация, а применительно к этой секции это, видимо, ценностный анализ, то есть глубоко гуманитарные вещи. То, что связано с глубинными целевыми установками общества, сердцевиной его ценности и морали, ну, в общем, наверное, что-то близко к счастью, а не к качеству электроэнергии, о которой вы хотели здесь сказать. Даже если… Говорим о качестве жизни, а не о качестве электроэнергии. Вот не надо это сводить к технико-экономическим компонентам, тем более, что неубедительно. Я не понял, каким образом, условно достаточно, каким образом вот у вас не обеспечивается уж в такой мере качество электроэнергии. Что вы имеете в виду? Частота, бесперебойность, мощность? Даже те отклонения и напряжения есть, нормы установленные, да, то есть по качеству напряжения они регламентированы. Не надо, не надо, можно сесть и слушать. Это же, простите, суждение. Да, конечно. Можно повесить микрофончик на стойку и выслушивать внимательно, и записывать, что говорят. А оправдаться уже… Проблема компенсации реактивной мощности это совсем другой порядок вообще явлений. Вот что бы я здесь мог предположить, о чем бы здесь вообще могла идти речь? Ну, наверное, вот действительно, вас же хорошо спросили, проблемы или сложности? Скорее, сложности. Сложности, проистекающие из системной природы нашего объекта. Имиджентность, последействие, вот все вот эти вот вещи. Они имманентно присутствуют. С ними надо работать и в общем можно работать. И то, что система себя воспроизводит, это является тоже ценностью. То есть ценностью является труд, ценностью является саморазвитие личности, образование, ценностью является чистая среда, ценностью является уверенность в завтрашнем дне, то, что мы все-таки не сожжем все наши наличные ресурсы и будем понимать, как нам развиваться и через 50, и через 100, и через более лет и так далее, и так далее. Я не буду продолжать, это как бы вот ваше дело в данном случае было бы, наверное. Но то, что в этом длинном списке, ну, во-первых, это не так, то есть я не знаю, откуда вы это вообще взяли и зачем это вы притянули. То есть здесь немножечко совсем не об этом речь. Ну и если уж выстраивать такие просто качества жизни как структуру потребностей, ну хотя бы, по-моему, слово тогда уж, у него такая, знаете, пирамида есть, там внизу физиологические потребности, дальше потребности в безопасности, вот, кстати, тоже. А потом все-таки начинаются вот истинные потребности свободного человека в развитии, в красоте, в любви, наконец, а не в сексе на рабочем месте. Понимаете? Спасибо. Спасибо. Такое суждение. Вот можно, если ты обратно, вот список такой длинный, там, не спадающий. Вот проблемы современные. Вот обратите внимание, вот такой тезис, да? Отсутствие возможности удовлетворения возникающей потребности в использовании энергии. Ну и так далее, там список такой длинный. На мой взгляд, вот тут как бы ценное зерно, только я бы сказал бы так по-простому, что отсутствие желания, желания удовлетворения возникающей потребности в использовании энергии. Потому что на сегодняшний день ситуация какова, ну вот, в той компании, в которой я работаю, есть проблема, скажем, техприсоединения. Техприсоединения новых потребителей. Для нас это большая проблема. Она воспринимается сейчас как нечто отвлекающее нас от настной работы. Она мешает. То есть есть какие-то потребители, которые вдруг появилось, их очень много, там 3000 заявок мы рассказывали на присоединение только по Свердлов Энерго. По Перми там своя какая-то ситуация, по Челябинску тоже своя. Там масса проблем. Начиная от того момента, что нет, допустим, там нужно тарифы какие-то устанавливать, нужно их присоединять. Иногда это у нас, допустим, денег нет. Но я бы так сказал, что у нас сейчас нет желания, как бы, да, вот в этом плане. Наша направленность немножко другая. То есть мы, грубо говоря, считаем, что мы должны строить объекты, мы должны там тянуть линии, строить подстанции. Но у нас нет такой, как бы, цели, что улучшать качество жизни. У нас пока качество жизни, ну, по сегодняшней, я отца говорю, качество жизни у нас простой звук, какой-то нечистый, какой-то флажок, на который мы реально не затачиваемся. Ну, то есть компания нам неинтересно этим заниматься и нас отвлекает. И тут, мне кажется, основная, как бы, такая, ну, ценная, что ли, мысль вот из длинного такого текста. К сожалению, оно как бы тут собрано все в кучу, как бы, да, одно и другое, третье. Но мне кажется, ценное то, что компания энергетически сейчас не заточена на то, чтобы решать проблемы качества жизни. Ну, какого-то потребителя конкретного, обращать на это внимание, зарабатывая там деньги, ну, как угодно это, как решать. Это не рассматривается как одной из приоритетных задач наших. Поэтому вот возникают такие, называются, проблемы современной энергетики. Сильно есть проблема современной энергетики, что ей неинтересно заниматься качеством жизни. Вот мое осуждение такое. Если вот относиться, ну, как бы, к целому докладу. Хотя много слишком текста, как бы, да, и мне кажется, собрано все в кучу, как бы. То есть вот избыточная бюрократизация в процессе получения услуг конечным потребителям наличных приоритетных, ну, и так далее. Вот это весь список, как бы, да, он говорит о том, что… Мы понимаем отсутствие кратковременной возможности, кратковрочного удовлетворения. она все равно. То есть будет удовлетворение, то есть вопрос только во времени. Вот я поэтому и говорю, то что… То есть не в этой жизни? Ну, нет, дело-то не в этом. Дело в том, что если потребители очень близко расположены к сетям, то их присоединяет соединяет его очень быстро. Если потребитель от сетей находится там в десяти километрах, то, извините, построить, надо же вложить инвестиции и ради одного человека… Ну, понятно, ему не повезло, как бы, да? Ну, да, вот я о чем и говорю, то есть ему не повезло. А это из чего вытекает? Потому что есть деление потребителей богатых и бедных. Нет, это не богатых и бедных. Я говорю о том, что нет желания сейчас, нет такой цели, как бы, да, у компаний энергетических, у современной энергетики, нет желания, нет постановки вопроса на то, что оказывается еще есть какое-то качество жизни. Мы здесь при чем? Вот я работаю в Морска Урала, при чем есть качество жизни? Я честно выполняю свою работу. Мне сказали там энергию передавать, я передаю. Сказали под станцию поставить, я ее строю. Схему я заложил. А тут, значит, какое-то еще какие-то куча народу какой-то, то вопрос у меня крутится и просит меня присоединить. Мне некогда этим просто заниматься. Кто? Я не знаю кто, но это не моя... Ну, я не говорю, что я отражаю текущую ситуацию. Мы же сейчас текущую ситуацию должны по-честному признать. Мое видение такое, что сейчас энергетические компании, любая там в нашем рынке, как бы, да, они ставят сопротивление на эту задачу. Это достаточно... Сейчас, быстро. Четко видно, если прочитать там цели, миссии, задачи, как бы, да, которые опубликованы на сайтах, можно их почитать, проанализировать. Там нет ни одного слова, чтобы улучшать качество жизни. Нет у нас такой цели. У нас цель другая. Передавать энергию поддержку способным клиентам, прибыль зарабатывать. Можно. В этом плане я как бы хочу поддержать группу, как бы, что не все так безнадежно, как бы, да, что, наверное, они как-то, как сказать, стремились к теме дня. Но, к сожалению, вот оно как бы не выражено. Мне кажется, надо разобраться с этим моментом. Было сказано то, что, как бы, дальних потребителей подключать дольше, чем вот те, которые находятся непосредственно, да, к примеру, около линии электропередач. Да не факт. Вот я лично сейчас столкнулась с этой проблемой. Мы подключили, ну, как бы, централизованно строится поселок, ну, коттеджный поселок, который нужно подключить к электричеству. Мы два года согласовываем договор, чтобы нас подключили, и чтобы нам провели эту линию. Это не так быстро делается. А почему тогда вот это готовится? Ну, как бы, вам только что дали ответ на это. Было бы нормально, быстро бы передавали проект. Почему? Потому что у нас, кстати, спрашивая линия. Не надо, не надо, не надо. Без микрофона не надо. Надо выйти, из микрофона оправдываться. Хотя тоже не надо. Можно еще предложение группе задуматься? Вот прозвучало много вещей, но мы почему-то говорили только о потребителях. Вот, может быть, опять нефопатно все-таки продумать о том, что можно развернуть представление о качестве жизни еще и вовнутрь на сотрудников. Да, потому что у нас достаточно много людей работает в сфере энергетики, и качество жизни, понятие более комплексное, ограничивается не только потребителями. Это как предложение. Тут у меня вот еще дополнение. Вот смотрите, ситуация опять с тех присоединением. Разговор тоже, да? Происходит деревня, в которой я живу, приходит к нему сосед и говорит, слушай, у нас электронжение плохое, ты же сам знаешь, мы на железной дороге запитаны, им вообще ничего это не надо. У них это бочный бизнес, все время все выключается, как у нас тут гроза, так мы без света сидим, ну что за ерунда такая? Давай, значит, так сделаем. Возьмем там Пашу, вот этого еще там на горе, как бы, да? Скинемся, я знаю, ты не бедный, там энергетик что-то понимаешь. Давай купим этот трансформатор, поставим его на конец и забываем о всем этом. Деньги у нас есть. То есть ситуация-то такая, что потребитель готов платить деньги, он стоит вот с деньгами и говорит, скажите, скажите, что надо кому дать, кому, где, что? Ходит уже до парадокса доходит, говорят, что в МРСК Урала, можно решить проблему за деньги, но не всегда, так? То есть до того уже дошло дело, а откуда ситуация? Надо просто честно признать, что мы не заточены на это, у нас нет инструмента и целей, хотя я уверен, что это тоже будет рентабельный бизнес, если развить эту сферу услуг и так далее. Нет, я говорю про сегодняшнюю ситуацию, как она есть. Ну, заточен… Нет, ну как? Я говорю, что ситуация такова, что есть потребитель, которому что-то надо, у которого есть деньги, который готов платить, но он не знает, что надо делать, и есть организация, которой неинтересно этим заниматься, потому что для нее качество жизни, ну, это пустой звук, как бы, да, и он ничего не значит, это непонятно что. Мы с обсуждаем качество жизни, с чего начали, какой-то там секс на рабочем месте, ну, то есть, даже понятия такого у нас нет, и постановки сдачи такой. Не стоит. Я бы… Кривопальцев, девятая группа. Я бы со звериным упорством хотел вернуться к тому вопросу о том, различает ли группа понятие проблемы и понятие трудности. Поскольку группа уверенно сказала «различает», мне бы хотелось узнать, чем они различаются. Я объясню, чем вызван мой интерес, интерес, казалось бы, абстрактному вопросу. С моей точки зрения, понятие трудность и понятие проблемы имеют совершенно разный статус относительно процесса развития. Проблема – это при разрешении проблемы возникает, с моей точки зрения, новый прорыв в развитии. То есть, наличие проблемы есть потенциал развития. Преодоление трудности, возможно, в рамках текущей сложившейся ситуации и не требует принципиально новых инновационных технологий, не требует изменения существа, процессов. И в этом смысле, там, где трудности, там в лучшем случае лежит потенциал роста. Поэтому, если вы не различаете проблемы, а вот просто трудности, которые можно решить завтра, вот сейчас не хватает оборудования, а завтра нашли деньги, купили оборудование, эта трудность преодолена, она вас не приведет к развитию. В лучшем случае, она приведет вас к количественному росту. Так вот, если группа действительно различает трудности и проблемы, мне было бы очень интересно ее понимание. И действительно ли то, что она изложила здесь, воспринимается группой как проблемы, то есть как будущий источник развития. Или это просто другое название для текущих трудностей. Понятен смысл вопроса? Понятно, почему я хотел бы на нем акцентироваться? Да, спасибо. Можно первый слайд? Я хотел поговорить о сексе. А, это второй. Да. Слово написано. Я знаю, насчет рабочего места придирались. Вот насчет рабочего места. Это вот какая-то, мне кажется, ну зря вы, ребята, насчет рабочего места. Секс имеет прямое отношение к качеству жизни, на мой взгляд. Это составляющая качества жизни. Я могу ошибаться, конечно, там методологи качества жизни могут меня поправить. Но у меня, в связи с тем, что это слово было написано, возникли некоторые вопросы. Один из вопросов, работала ли с группой, виртуальная группа? Да? Вот, группа из Эстонии, в том числе, там, очень, на мой взгляд, грамотных людей, которые бы могли бы очень здорово улучшить этот доклад. Поясняю. У меня такое ощущение, что только не сложилось почему-то, да? Взаимодействие. Поясняю, да. То есть у нас работал сегодня один виртуальный участник. Это Богнер Елена Борисовна. Вот, она помогала нам в смыслах техники, то есть улавливание смыслов. Она работала неполную, неполную, ну, как бы не все время. Эстонцы работали самостоятельно. И я еще раз повторюсь, они просили изучить те материалы, которые они наработали и которые они не готовы докладывать. Я понимаю, понимаю. Вот, вот, я надеялся, что как раз группа виртуальная, работая с какой-то из наших групп, она может с помощью своих наработок, базы своей, своего опыта, своей компетенции усилить доклад. А поскольку я вижу, что тут, ну, явно не присутствует, наша эстонская команда, очень сильная, уверяю вас. Вот, вот, был бы совсем другой доклад, если бы была, ну, понятно, группа новички первый раз сопрождают эти вещи, и сложно выйти. Нам сейчас надо решить задачу, как нам настроиться на ту работу, которая нам нужна. Поэтому любой доклад нам важен на предмет, что с ним делать дальше. Вот есть доклад, что с ним делать дальше. Есть такое понятие качества жизни. С ним, конечно, неплохо было бы разобраться. Мне кажется, что группа, эстонская, она могла бы нам какие-то полезные вещи сказать. Но я сейчас попробую. Например, на мой взгляд, термин или понятие качества жизни очень сложный, сложно составной. Он в себя, включает в себя, в том числе и включает в себя такое понятие, как уровень жизни. Кто-то может поспорить, это совершенно автономные вещи, они определяются нами, там по-другому, по-другому и как-то еще. Но тем не менее, надо расписать, что это такое. Попытка сделана. Я считаю, что попытка какая-то, она понятная. Это доступное жилье, это культура, мультур, ну вообще понятно, молодцы. Я считаю, с юмором и надо подходить. Потому что это потребности, это возможность удовлетворения потребностей. Это секс. Конечно, он имеет отношение к качеству жизни. Какое имеет отношение секс к нашей игре, я не понимаю. То есть к нашей задаче, к нашей работе. Тем лучше секс, говорят. А, вот правильно. То есть перебои с электроснабжением, темнота друг молодежи, способствуют повышению качества жизни в смысле секса. О, тогда рациональное тезерно все-таки было. Понятно. А я уже хотел поругать их. То есть я, конечно, тоже не против секса, но смотрите, у меня есть представление такое, что в чем трудность группы сейчас. И не только ее, а мне кажется, всех наших групп, и вот я сидел в группе, которая занималась проблемой энергетики, те же самые ощущения у меня. Нам надо преодолеть одну сложность, одну задачу, без которой наше движение дальше будет очень сложным, бессмысленным. Мы с трудом будем понимать, где связь того, о чем мы говорим, с тем, зачем мы сюда приехали. Это задача самоопределения группы. Нам всем необходимо доработать в любом случае, ночью, завтра с утра, в течение нескольких дней доработать задачу самоопределения группы, а именно позиция группы и цель группы. Как в этой теме, где место группы в решении, в раскрытии темы, в решении ее задачи. Если мы хотим построить новую энергетику, то какая задача должна быть взята на себя группой качества жизни для того, чтобы решить эту задачу целиком. Потому что без этой части, без этой части, без вклада этой группы качества жизни, мы не получим полные картины, не получим более точного, убедительного ответа, какая именно энергетика и почему нам нужна. Вот это, на мой взгляд, очень важно. Если бы мы определились, например, например, еще один пример приведу. Вот потребности, я где-то слышал, они могут делиться на витальные, и социокультурные. И если витальные потребности, это потребность пищи, потребность, чтобы мне было тепло, чтобы мне было светло, которое обеспечивает просто мое жизнеобеспечение. Они даже со столетиями не меняются почти. Примерно, столько же нужно тепла, столько же нужно пищи. А вот социокультурные потребности постоянно растут. И за ними, как говорят дальше докладчики, невозможно угнаться, невозможно предугадать, какие завтра гаджеты потребуются, которых сегодня еще и не существует, например. И там много-много чего может появляться и прирастать, как бы бездонная бочка. Но мне кажется, что если мы говорим про новую энергетику, она должна быть связана в первую очередь, во всяком случае, с витальными потребностями и оставить за бортом, к сожалению, секс, например, и многие другие приятные вещи, потому что они не относятся к теме нашей работы. При этом найти, может быть, найти глубже, опровергнуть меня и найти необходимость, скажем, удовлетворения с помощью энергетики витальных потребностей, социокультурных потребностей. Вот лампочка Ильича. Что она сделала? Она пришла в деревню когда-то и до сих пор приходит где-то, но когда-то была предпринята такая задача принести, заиграли провода, мы такого не видали никогда, была вообще, на самом деле, выполнена масштабная задача. И в моем представлении, что было сделано? У крестьянина продлился световой день, едешь по деревне, даже сейчас иногда свет выключен, крестьяне ложатся рано, встают тоже рано, деревня темная, а раньше никогда не было электроэнергии, тогда жгли там чего-то, там, не знаю, свечи, там, сало. Появилась электроэнергия, появилась возможность, например, детям крестьянским получать образование, заниматься вечером, зимой, даже днем, зимой, как темно. Можно выловить и такие связи, что, скажем, электроэнергетика способствовала развитию образования. И в этом смысле я не прав. Но по большому счету, мне кажется, нас сосредоточится вот на вот этом. А именно, на мой взгляд, группа может заняться, а группа сама может определиться, заняться выработкой неких желаемых стандартов качества жизни населения Свердловской области, которая может, в принципе, ей дать энергетика. Которая, может, сегодня не дает, а может и дает. Но вот то, что зависит от нас, от энергетики, что мы могли бы дать. Простой пример. Был в Норвегии. Поражен многократно. Наповал. Какими вещами. Люди живут на природе. Причем природа иногда просто один к одному, скажем, на Таватуе стоишь, вот то же самое, тот же дождь, те же елки там. Очень похоже. Много зелени. Северный такой край. Часто очень сильно напоминает. Но отдельный дом, люди там живут. Или там есть, не знаю, там кемпинг, можно остановиться, есть горячая вода везде. Правда, там надо монетку опустить, чтобы она 5 минут потекла. Это не важно. Там есть горячая вода. Там есть горячая вода везде. То есть там есть создан энергокомфорт в любом месте. Поэтому я хочу жить, где я хочу жить, там я и живу. В Свердловской области я бы хотел жить в деревне Нижняя Остлянка. Я бы там побывал. Красивое место. Красивые берега, река Чусовая. Да еще Норвегия позавидует. Там электроэнергии нет. А нет электроэнергии почему? Потому что линия 6 кВт когда-то построила, построенная леспромхозом, которого уже давно нет. Она построена не по правилам устройства электроустановка. Я, по-моему, рассказывал про нее на прошлой игре. Ну, пример яркий. Приведите его или какой-нибудь другой. Вот на этом примере. Люди живут без электроэнергии. Вернее, у них там есть бензиновые какие-то там генераторы. Мы пишем Исаево и письмо до Коли восстановите. А восстановить тяжело, потому что потому ее и смыло, потому что это переход через реку. Правилам устройства электроустановок надо до уровня, который бывает раз в 100 лет габарит обеспечить. И это получается высоченный, длинный пролет, высокие опоры, капитальное сооружение из-за какой-то линии 6 кВт. А там живет, как они пишут, один человек, фамилия Никитин, я с ним встречался. Один человек идет к линии 6 кВт, приезжает к человеку, он говорит, вот видите, 50 дворов. Летом приезжает из Тагила 50 семей с внуками, пенсионеры, но зимой жить тяжело здесь. Они уезжают в теплые квартиры, но они бы и здесь жили с удовольствием, даже зимой. Здесь жить хорошо, природа, воздух, рыбалка, все есть. Электричества нет. Не выдерживается элементарный, элементарный, самый элементарный, не надо лезть в высокие облака, элементарный стандарт качества жизни. А кое-где, вот как Илья говорил, в саду, вроде бы рядом с городом, перебои с напряжением, то одно, то другое. А если ребенок маленький, возникают проблемы, звонят и говорят, что делать, там восточные сети не отключили, отключилось ТП, я им звоню, они говорят, мы потом приедем, а у меня маленькие дети, все холодно, уже октябрь, что делать? То есть электроснабжение вроде бы и есть, но его качество этого электроснабжения очень часто не удовлетворяет. Вот это же вы знаете, группа же знает эти вещи, что сегодня есть некоторые потребности, которые сегодня до каких-то разумных стандартах не доведены. А какие могли бы быть стандарты, какие стандарты может в принципе обеспечить энергетика? Какая? Централизованная или нет? Какая разница? Централизованная, например, не может обеспечить или очень дорого Нижняя Слянку, Шабурова, Ликина, Еремина, которые я говорил утром, на которых тянутся там линии надо 220 киловольт, чтобы там осветить лампочки в домах на, не знаю, там 20 домах. Ну, это, конечно, несерьезно. А распределенная энергетика это могла бы сделать. А тема нашей игры это построение новой энергетики, хотя бы картинки про нее. Вот какая энергетика нам нужна? И мне кажется, что надо, если бы группа задалась вот таким направлением, такой цель исходила бы из позиции своей, что сегодня в нашей области энергетика обеспечивает не в той мере, какой хотелось бы с точки зрения качества жизни. Она бы сильно нас продвигала в сторону появления новой энергетики. Говорила бы, что она нужна. Вот такая энергетика нам нужна. Мы бы тогда до чего-то разумного договорились. Я поэтому предлагаю не отвлекаться и держать рамки тематизма группы, рамки целевые, цели группы. А куда мы хотим прийти? Что мы в конце хотим получить? Мы это проговорили, оказывается, даже записали. Или не проговорили, или проговорили, забыли записать, и забыли, о чем договорились. Бывает. Не держим цель. Вернулись, уточнили. Цель очень важна. Что мы хотим получить? Даже если нам придется ее корректировать. Если у нас это самоопределение наступит, мы будем понимать, кто что делает здесь, какие группы, что разрабатывают, куда движутся. И целевым образом тогда мы будем получать желаемые нами документы, потому что пока рано показывать губернатору, я бы сказал. Пока рано. И тогда зачитаю, обращу внимание. Семь тезисов насчет неудовлетворенностей. По-моему, мимо кассы все кроме третьего. Наличие ограничений в поставке качественной электроэнергии по причине недостатка инвестиций в реконструкцию сетей. Вот это как бы по теме, но выражено не тем языком. По-другому бы это все переписать и на этом сосредоточиться. Хотя бы на этом тут много чего можно раскрыть и создать из этого четкую предметную область, четкую актуальную область, которую вы проанализировали, выявили на фактах, на информации, статистические, может быть, даже, если вы можете ее найти. Почему бы нет? Я скажу, 30 деревень без централизованного электроснабжения они сидят на дизелях, а тоже не очень хорошо. Не грудят они круглые сутки. А значит, захотел залезть я в интернет, живя там, а дизель-то колхоз выключил, уже там все поливы закончились, там поливальный срок, ночь, спи. Вот здесь надо разбираться. А дизель ради одного человека, который захотел залезть в интернет, которому нужно, я не знаю, там 50 ватт или 150 ватт, а дизель 100 киловатт. Гонять не будут, наверное, и неправильно. Вот эти вещи, наверное, есть, их можно вот просто так нащупать на основе житейского опыта. Я бы это развернул, а все остальное, обратите внимание, я поставил везде вопросы. На мой взгляд, не относятся к теме. И достоинства. Правильно, мне кажется, сказал Андрей, только жёстче надо было сказать, что группа потеряла тему группы. Я написал, при чём тут качество жизни? Внедрение необслуживаемого оборудования. Ну, внедрение. С точки зрения энергетиков или технологий можно это обсуждать в каком-то залоге. А тут далековато. Внедрение ВИО. Внедрение ВИО, это может для энергетики хорошо, если бы они ещё и внедрялись. По-моему, они не внедряются сегодня. То есть это как бы не о том. А не о том, почему я понимаю, вы добросовестно оформили говорение, и это будет нам мешать, всем нам. Мне мешает точно. Точно так же, как вам, пока я не понимаю чётко более, что я собираюсь сделать. Для чего я это всё говорю, фиксирую и выношу. Это относится, конечно, ко всем группам. На мой взгляд, очень важно провести, вот я предлагаю всё-таки, самоопределение и выявить, с каких позиций группа будет выступать, какую позицию будет оформлять у себя, какую цель преследует, что желает в конце получить. Тогда мы можем вступать друг к другу в взаимодействие и понимать, кто куда движется, с кем кооперироваться, в случае чего, у кого просить совета, кому давать заказы на игре, на разработку каких-то вещей, которые нужны другим группам, чтобы организовать это межгруповое взаимодействие. Вот прошу всем обратить внимание на этот момент, и мне кажется, если мы его преодолеем, сможем быстренько преодолеть завтра, например, и в идеале было бы, если бы завтра у нас начнется осмысленное движение, и разговоры будут не отвлеченные, потому что вопросы задаются по теме того, что написано, но это не тема игры, не тема доклада, не тема группы, не тема дня. Тогда зачем мы это обсуждаем? Тратим время. Спасибо. Алексей Евгеньевич, реплику по поводу услышанного от вас можно? Я правильно услышал в ваших советах группы, что вы начали с того, раз мы хотим создать новую энергетику, то... И дальше там следовали некие ваши рассуждения. С моей точки зрения, здесь вот есть некая смысловая лакуна или пустота, да, при которой, без заполнения которой, вот этот призыв, а давайте построим новую энергетику, провисает, под ним фундамента нет. А смысловая лакуна такая. А чем, собственно, таким плоха старая энергетика? И почему это она нас, собственно, не устраивает, что нам нужно создавать какую-то новую? Вот если мы докажем, да, что существующий вариант энергетики не способен либо по своей природе, либо по организации, либо по каким-то другим причинам удовлетворять вот эти, вот эти, вот эти потребности, решать вот эти, вот эти задачи, тогда призыв, а давайте построим новую энергетику, он обретает какой-то смысл. А без этого это как бы от добра добра не ищут, Алексей Евгеньевич. Спасибо, именно, отлично, я полностью согласен, именно этот вопрос очень актуален. Я бы, я не знаю, я думал, что я его даже произнес, я, наверное, его подумал так же. А тогда вы на опасный путь нас толкаете, Алексей Евгеньевич. Ну-ка. Представитель Министерства энергетики подбивает присутствующих на то, чтобы они находили в энергетике изъяны, вслух об этом говорили и говорили, у, какая она поганая, эта энергетика. Вы отдаете отчет, что делаете? Да. Я понимаю, что я рискую. Ну что делать? Ну что делать? Мне кажется, та энергетика, которая сейчас есть, удовлетворяет витальные потребности. Кто считает иначе, выскажитесь. Хорошо выйти вон. А некоторая энергетика удовлетворяет еще летальные потребности. С учетом уровня травматизма, там, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Можно еще два слова? Вот мне кажется, что в этой секции есть еще одна интересная тема, связанная вот с чем. Ведь вот традиционная энергетика на самом деле появилась в 20 веке, не так уж и давно. И вот как раз за это время сложилась та система расселения, и в том числе на Урале, здесь на Среднем, и на Северном Урале, которую мы сейчас имеем. и которая в чем-то перестраивается. И сейчас мы видим ее осколки, вот эти деревни, где почти никто не живет, заброшенные места. И в то же время вот это дачно-котажное строительство вблизи мегаполисов. Это вот тоже как бы черта определенной перестройки, расселения. но мы за время существования большой системной энергетики еще не проживали периода вот такого передела расселения людей, который сейчас начался, идет и, видимо, будет идти. И нет, соответственно, опыта, и поэтому нет и, в общем, какого-то подхода единого. Ну вот, может быть, на эту тему как-то порассуждать и, может быть, вот примерно от такого тезиса оттолкнуться, что когда речь идет о новом строительстве, то энергообеспечение, ну и связанное с ним обеспечение всех потребностей и качества жизни, оно закладывается, ну, весь проект в широком смысле. И все лаги временные, которые связаны с этим, они, в общем, ну, должны как-то корреспондироваться с проектными лагами. Ну, то есть, вот как раз цикл принятия решения, вот то, что немножечко упоминалось. Так ведь вопрос на самом деле не стоит, что я вот с утра захотел там и подай мне послезавтра 20 мегаватт. Ну, не так немножечко, все равно. А вот в отношении, наоборот, старых поселений, тех, которых тоже немало, и где население ушло, уходит или там еще как-то, ну, вот здесь вообще на самом деле подхода сейчас нет. Ну, хоть вот можно что вспомнить, подход хрущевского времени, деление деревень на перспективное и неперспективное, хотя бы так, но сейчас этого нет. То есть, системой расселения никто вот так не занимается. Вот как-то здесь, может быть, поставить вопрос. Спасибо. Спасибо, да, совершенно справедливое замечание. На самом деле, мы говорим не обо всем, а сосредоточимся. О том, что у нас есть периферии, и о том, что есть отток оттуда населения, антропотоки, да, отрицательные, скажем, антирасселение идет сегодня, запустение деревень и умирание деревень. Это, наверное, вы все знаете. И проблему создания нового расселения, нового заселения в Свердловской области, например, можно решить, построив ее, задав в том числе вот такие условия, в которых выгодно будет расселяться и жить в красивом месте, но сегодня там жить невозможно просто. Витально. То есть, к зрению, там тепло, темно, холодно, нет теплой воды, нет света, нет ничего. Спасибо. Да, кстати, я хотел заметить, что у группы еще есть вот такая штука, как заявка, и там написан еще один тезис. Некачественное снабжение влечет внедрение альтернативных источников энергии. Ну, я бы сказал, тепло, тепло, но сегодня надо было говорить не о том, что оно влечет, вот мы уже видим, как оно влечет, а о том, что у нас сегодня есть все-таки кое-где порой, скажем, хотя бы так, некачественное энергоснабжение. Спасибо. Переходим к группе традиционная энергетика. Доклад. Добрый вечер. Мы первая группа, называется традиционная энергетика. Представим сейчас доклад на тему существующая ситуация в Свердловской области. Существующая ситуация… Лицом Евгения. Да, в электроэнергетике Свердловской области. Но сперва определю цель вообще нашей группе на этой игре. Цель – найти оптимальный путь развития централизованной энергетики. Это цель игры. Начнем с анализа, то есть от чего будем отталкиваться. Можно следующий слайд? Следующий. И следующий еще раз. Начнем по порядку. То есть каждый слайд, в каждом слайде мы попытались определить проблему. Одна из них – это снижение качества ремонтно-строительных работ. То есть всем известно, что реформа произошла, и в результате имеем не очень хорошие последствия, в том числе и по качеству ремонта строительных работ. И потому что появилось очень много сторонних организаций, которым передали очень важные функции. И это привело к некоторым трудностям. Следующий слайд. Разношерстность поставщиков. Этим слайдом мы хотели показать, что, допустим, при строительстве нескольких объектов на каждый объект заказывается, допустим, оборудование разных производителей. И потом встает вопрос согласованности работы оборудования. Допустим, взять тоже релейную защиту в настройках, еще что-то. То есть там есть много нюансов, но в части это создает свои сложности. Следующий слайд. Большое количество собственников. Здесь, возможно, остановлюсь поподробнее и с примерами. Допустим, ни для кого не секрет, что на территории Сырловской области существует много предприятий, разных собственников, в том числе генерация и сетевые компании. Генерация представлена такими основными ТГК-9, ОГК-5, либо НЛОГК-5, ОГК-2. Есть сетевые организации, одни из крупных, ФСК, МРСК, Облкоммунэнерго, ЕСК. И у каждой организации, у каждого собственника есть свои инвестиционные проекты, которые они закладывают на несколько лет. И есть такая тенденция, что эти проекты не согласовываются. Допустим, возьмем тот же Рефтинскую ГРЭС, и рядом с ней, в этом же узле восточном находится Белоярская АЭС. То есть и Белоярская АЭС вводит, и ведутся работы уже, новый блок БН-800. И рифта, у нее сейчас реконструкция, модернизация оборудования, что приведет к увеличению установленной мощности рифты. И что вот эти, развитие вот этих двух генераций приводит к тому, что в сетях, сейчас на эти 220 кВт увеличиваются токи короткого замыкания. И встает вопрос согласования вот этих действий, то есть как, кто, за чей счет будем решать вопрос уменьшения токов короткого замыкания. И учитывая то, что идут переписки, совещания и тому подобное, затягивается срок согласования определенных работ, затягиваются сроки начала конкретных проектирования, где-то согласования. То есть все ведет к затянутому процессу реализации вот этих запланированных инвестиционных проектов. Еще один… Ну ладно, давайте дальше, там еще будут примеры. Избыточность вводимых мощностей электроэнергии. Это тоже такой вопрос, наверное, поясню на примере, допустим, для того, чтобы не было какого-то хаотичного ввода электромощностей и какой-то зависимости от желания собственников, что вот он сегодня введет, захотел ввести свою мощность, а завтра не захотел, организовали такой документ договоры поставки мощности, по которым определили список, кто когда вводит. По этому списку выходит, что очень много вводится генерация. Например, есть в Свердловской области Серово-Богословский узел, где в одном узле находится и Серовская ГРЭС, которая планирует ввести два блока по 420, и Новобогословская ТЭС, которая планирует 230 мегаватт ввести. Они ведут, а для кого, допустим, тот же крупное предприятие, Суалбас, по каким-то своим причинам может закрыть, допустим, ну либо снизить свою нагрузку, то есть куда вот эта генерация пойдет. Ну вот надо как-то эти вопросы решать логично, что и для чего мы вводим. И еще изношенность оборудования, ну это очень актуальный вопрос в последнее время. Вот, к примеру, что 80% оборудования, ну по Свердловской области мы постарались такие факты взять, это производство с 40-х, 70-х годов, а 10% это оборудование, которое только после 2000-х годов ввелось. То есть все нужно менять и вводить новое. Следующий. Помимо, вот я перечислила в основном как бы какие-то отрицательные моменты, ну постаралась сформулировать и где-то привести примеры для понимания, но еще у нас есть и положительные моменты, допустим, в энергетике вводятся и применяются новые технологии в качестве робототехника. И есть реальные приметы, что применяются роботы вот на строящийся БАЭС. И приведены примеры для диагностики, в основном для диагностики корпуса реактора, зоны патрубков, патрубков питательных трубопроводов. То есть не все так плохо. У меня все. Больше, чем я ожидал. Вопросы есть? Пожалуйста. Евгений, группа распределенная энергетика. Правильно ли я понял мнение группы, что развитие транспорта электроэнергии это есть плохо, так как оно препятствует развитию транспорта и других видов энергии? Нет, неправильно. Неправильно? Нет. Спасибо. Пожалуйста. Правильно ли я понял, что проблема с сетями, в проблемах сейчас с ремонтом с сетями виновата реформа? Ну, может быть, отчасти. То есть я могу пояснить? Или тут только да, либо нет? Ну, попробуй. Я постараюсь пояснить. Если раньше у нас было все едино, и мы знали, кто действительно ответственный за тот, либо иной ремонт, либо еще что-то, за поставку, то сейчас появилось очень много организаций, еще чего-то, что не найдешь крайнего, и это тоже является следствием реформы, и что приводит в итоге к плохому качеству ремонтов. Поэтому я считаю, да, реформа виновата. Отчасти. То есть конечный сок ремонта вы не принимаете? В смысле не принимаем? То, что построено, не должен сдать дальше. Ну, оно сдается, но если сравнить качество, то, что было, допустим, построено там лет 30-40 назад, и качество, что сейчас сводится, ну, не знаю, посмотрим, сколько прослужит все. Пожалуйста. Ну, вот, как сказать, вопрос такой, я вот правильно понимаю, что если проанализировать все вот проблемы, то проблем-то нет особенных, так? То есть есть несколько набор, как бы, некоторых явлений, которые присущны любой системе, сложной, технической, как бы, да? Например, вот снижение качества ремонта строительных работ, ну, снижается, снижается, что бывает. Ну, а как же, ну, я считаю, проблема, что очень много собственников, и это затрудняет вопросы многие. Ну, много собственников – это признак конкуренции, это мировая тенденция, это нормально, то есть ничего такого. Ну, а как вот эксплуатировать сети, если нужно учесть разные стороны? Ну, я бы не так поставил просто, вот как бы, вот вы считаете, что вот все перечисленные вот эти вот явления, тенденции, да, они, значит, таковы, что они такие, что их надо устранять, как бы, да, либо с этим можно жить продолжительное время. Ну, то есть это является ли это основанием для перестройки энергетики, но вот, либо можно кое-что поднастроить, как бы, да, то есть в принципе-то ничего страшного, но скорее… Кое-что надо улучшить, точно. Ну, то есть, ну, это, как сказать, разные моменты, да, одно дело там, значит, разобраться с поставщиками, по конкурсу провести качественно его, да, как бы, и все, а другое дело перестроить энергосистему или там какие-то движения предпринять. Это надо более глубоко прорабатывать. Нет, я просто хочу понять, что будет лучше. Пока-то, как бы, я, как сказать, хочу понять, что, то есть вы утверждаете, что, ну, грубо говоря, что-то есть такое, недостатки, но они не критичны, как бы, да, либо вы нащупали какую-то вот проблематику из этого списка, например, которая приведет завтра к краху, к примеру, там, энергетики. Ну, разве качество ремонтов не может… ухудшение качества ремонтов не может привести к краху энергетики? Конечно, может. У нас в группе были специалисты, которые непосредственно работают на предприятии, непосредственно работают в области ремонта, в строительстве еще, и они вот озвучивали примеры, что есть вот такая вот проблема. А на болевшем, так сказать? Нет, вот как бы… Наверное, не понимаю. Извиняюсь, что я вот влезаю, как бы, да, вот еще раз, как бы лезу под кожу. Просто надо как бы понять, как бы, да, что если… Мы считаем, да, это проблема. Что ситуация есть такая, которая завтра, но, например, вот, словно говоря, я утверждаю, что, да, качество ремонтов будет плохое, и оно будет еще хуже, но позволит нам еще лет 50 протянуть. Ну, я не согласна с этой позицией, что, да, на плохое еще будет хуже, но будем работать. Если мы знаем, что есть, надо, наоборот, улучшать, а не мириться с тем, что… Ну, пусть будет еще хуже. Ну, моя личная позиция. Вопросы есть? Вопрос Максим. Екатерин Мурк, я из каверной. У меня такой вопрос о понимании. Правильно я понимаю, что вы вот хотите сказать, что качество ремонтов снижается. Не является ли это следствием того, что компания, которая заказывает этот ремонт, проявляет халатность? То есть, ну, то есть, как бы вопрос такой, что мы же качество ремонта определяем как? То есть, мы же должны принять работу, правильно? Вот, то есть, не является ли вот этот вот некачественный ремонт халатностью принимающего, то есть, заказчика? Возможно, и является, но дело в том, что мы у нас в группе были и не заказчики, и не приемники, поэтому я с точки зрения них не могу ответить. У нас были те, кто эксплуатирует, и те, кто развивает. Ну, хорошо, я переформулирую вопрос. С точки зрения заказчика, то есть, качество ремонта, вернее, как сказать, не халатность ли это заказчика в том, что качественный ремонт? Он все равно, любые же ремонтные работы, они оформляются там актом сдачи-приемки, да? То есть, значит, может быть, они сами изначально просто приняли так вот плохую работу и сказали, что акт нормальный и все, да? А потом говорят, что это плохая компания. То есть, плохо ремонтировать. Не могу прокомментировать, если честно. Нет, я не тоже комментарий, я вот именно хочу узнать, да или нет. То есть, является ли это халатностью заказчика? То есть… Думаю, нет. Спасибо. Еще вопрос, да? Пожалуйста. Антаков Андрей, группа «Бизнес». Правильное понимание мнения группы, что чрезмерное развитие транспорта электроэнергии хорошо для подавления других видов транспортировки энергоресурсов. Можете повторить, пожалуйста. Правильно ли я понимаю, что мнение группы о чрезмерном развитии транспорта электроэнергии это хорошо, то, что она подавляет транспортировку других энергоресурсов? Да. Спасибо. Вопросов больше нет. Спасибо. Пожалуйста. Это обсуждение вот какое. Мне кажется, что у меня такое убеждение есть, что основная проблема существующей энергетики, традиционной, это ее супернадежность. То есть она настолько надежна, что там любые, значит, явления, так сказать, не приведут к каким-то катастрофам. Попробую пояснить свою мысль. Вы говорите, поставщики ухудшаются. Оказывается, можно воровать до такой степени, что это все равно не приведет к краху и аварии. Бывают ситуации, когда что-то происходит, но там долгие разборки и потом все равно непонятно, от этого это произошло или нет, или это неправильная эксплуатация. Второе, значит, насчет того, что от перечисленных этих тезисов, да, я не случайно как бы лез под кожу как бы с этим, разношерстность поставщиков. Но извините, это ситуация реалий бизнес, ты ничего не сделаешь. И на самом деле это тоже не проблема. Разношерстность даже хорошо, как говорится. И это требует федеральное законодательство и вообще все в мире так. Там невозможно работать только с какими-то клиентами. Там тебе придется работать на рынке. И это нормально. Это не то, что, как сказать, это не вред, это наоборот благо. Потом большое количество собственников. Но это тоже в конце концов реалии времени. Мы не можем сделать, как сказать, плановую экономику и почти все государство, чтобы обратно приватизировать. Хотим мы это или не хотим, все равно это произойдет. И весь мир так работает. А потом избыточность вводения мощностей. Ну это вообще, это просто прекрасно. Это говорит о том, что наша энергетика супернадежная. Мы можем позволить себе резервные мощности и содержать ее. Это вообще, это мечта просто любого энергетика. Это, как сказать, ввод избыточных мощностей. Невозможно вводить мощности под номинал. Ты не можешь под станцию устроить ровно по ту загрузку, которая требуется. Ты все равно делаешь на перспективу. Это показатель твоей уровня, твоего развития, что ты позволяешь себе вводить такие объекты перспективные. Поэтому я говорю, что мне кажется, что если исходить из этого доклада и вообще издать тезис, у меня подтверждается эта мысль моя в том, что проблема нашей энергетики традиционной в том, что она супернадежная. То есть, что бы ни происходило, любые там эти самые, даже катаклизмы, даже когда на рифте блок вылетел, никто по сути это не заметил. Даже когда Анастасия Нашушевская ГЭС остановился в раз, выпало сколько там, там сколько блоков-то, там 10 по 10 как бы, да? Там остановилось, правда, одни были в ремонте, но где-то порядка, сколько там, половина мощности этого региона пропала вдруг. Что произошло? Никто же не встал? Ничего не остановилось? А? Может быть? Может быть? Да, ну вот я подчеркиваю, да, как бы, может быть, она не нужна. То есть я говорю о том, что, да, отчасти, вот я говорю, что и это есть проблема. В том, что даже если мы будем себя вести так же, как, ну, как бы ничего не делая и ничего не предпринимая, никаких шагов, то, грубо говоря, наша энергетика простоит еще лет там 10, 20, 30, 40, 50 без серьезных отклонений, скажем, по всему. То есть, а тогда, значит, тогда следуют интересные выводы, да? Первое, нам не нужны инвестиции. Зачем туда инвестировать, если так все надежно и резервы есть, и мощности не нужны? Ну, для начала, как бы, да? А износ, ну, что износ? Износ, извините, износ, это не факт, что износ это плохо. Износ, он всегда износ. Извините, если вы сами понимаете, что как только вы машину в автосалоне купили, вы выехали на 10% уже подешевело. Износ всегда есть. Это нормально. При том, что износ, который вот фиксируется и который пиарится там 60-50% износа, тоже не факт, потому что если рассмотреть ситуацию, какая она есть по жизни, как бы, да? Мы все знаем, что корпус стоит там 31-го года выпуска, да, на сугрессии. Все уже новое, все новое, там, заменено за счет ремонта, разных дел. Просто неправильно оформлено. Оно реально, как бы, оно реально имеет другой ресурс. Вот, ну, то есть мое суждение вот такое, что как бы, что существующая энергетика, все прекрасно, все, ну, как сказать, не то, что все прекрасно, скажем так, не все прекрасно, там все, ну, допустим, плохо, но она обеспечивает свою функцию в силу своей грамотной спроектированности. Ну и второе еще, например, приводил такой тезис. Мы не достигли уровня потребления 90-х годов. Не достигли. Наш уровень электропотребления в Свердловской области, в Пермской крае, в Челябинской области отклоняется и не достиг еще уровня нагрузки, которое было в 90-х годах. Это означает, что та мощность, которая была сделана, да, при ее эксплуатации и ретрофитии, и там, или какой-то модернизации, незначительной, как бы, да, она позволит еще дальше прослужить. Ну, немножко хуже будет, но ничего страшного-то не произойдет. Не надо пугать нас. Мы слышали про крест Чубайса там в 2003 году, что все рухнет. Ничего не рухнуло. И дальше не рухнет. А ему не достигнем уровня электропотребления еще ближайшие лет 10, потому что будет еще… Мы видели, что нам говорили, что будет кризис, как бы, если график смотреть 90-й год, вот тогда, вот до 98-го года, 96-го, все падало, потом начало расти. Мы думали, что этот, грубо говоря, мы из кризиса выйдем уже в 2011-2012 году, потом случился еще один кризис небольшой, там даже не кризис, а так, ерунда какая-то, 2008-го года. Но, тем не менее, мы еще просели. И сейчас мы понимаем, что в ближайшие лет 10 мы еще не выйдем на этот уровень. Так? Тогда глобально о чем мы говорим? О каких водах мощностей? Зачем это все надо? Ну да, в некоторых районах, в некоторых, как сказать, районах город Екатеринбурга, в некоторых, там, в каких-то локальных отраслях что-то потребуется сделать. Ну, извините, но это не перестройка энергетики. Это решение всего лишь локальной задачи постройки одной и другой подстанции. Или там решение, там, дополнительной мощности. Рифта не загружена полностью. О чем мы говорим? Зачем это все? То есть я призываю, как бы, по эту тему пообсуждать, потому что, на самом деле, это ключевый момент. Тогда если это, грубо говоря, пиар, мы начинаем пиарить для того, чтобы там что-то сделать, ну, зачем это все? Потому что ведь если мы говорим, что реально нужно иметь энергетику, нужно вкладывать деньги, нужно увеличивать тарифы, а зачем их увеличивать, собственно говоря? Давайте, может быть, займем другую позицию, отожмем все, что есть в течение, там, ближайших 10 лет. Это даст нам форум. Через 10 лет, а ничего страшного не будет. Вот там еще будет, 10 лет еще протянем там. Чуть-чуть подкрутим, чуть-чуть вложимся. А я утверждаю, что разом все никогда не рухнет. Оно будет постепенно по кусочкам сыпаться как-то. Ничего страшного, ничего не валится. На наш век товарищей хватит. А дальше что-нибудь как-то разрулится. Спасибо. Правильно ли я понял из озвученной вами позиции, что у современной сетевой энергетики нет сколько-нибудь серьезных проблем, а стало быть, это уже мой домысел, нет вообще никакого внутреннего источника развития. И никакая, Алексей Евгеньевич, новая энергетика, по большому счету, здесь и не нужна, да и, пожалуй, и невозможна. Могу я сделать такой вывод из вашей позиции, Илья? Если вот трактовать по ее обостренную позицию, я утверждаю следующее, что, так сказать, технический ресурс у современной традиционной энергетики еще достаточно, как бы сказать, высок, и, так сказать, слухи о его скорейшем падении сильно преувеличены. Вот надо так мягко выразиться, как бы, да? Вот, там, естественно, есть масса разных проблем. Но я говорю, что еще раз, технический ресурс, он позволит там прожить еще некоторое время. Возможно, долгое. Возможно, очень долгое. Спасибо. Возможно, вечно. Спасибо. Коллеги, я хочу вклиниться. У нас осталось 10 минут. Мне надо очень важное сообщение сделать все-таки. Мне кажется, по этому докладу существенные. Слайд последний, можно? Как вы думаете, вот этот тезис или там слайд, он чьей группы? Как вы догадались? Почему он оказался здесь? Непонятно. Как вы думаете, этот, вот, как вы думаете, вот этот, вот, доклад, вот, часть доклада, он относится к какому дню? Откройте программки. Какому? К завтрашнему дню. Как оказался в докладе группы традиционная энергетика, доклад про технологии, кусок, когда это относится вообще не к этой группе и не к этому дню? А? Провокация? А за кому провокация? В этом мы, смотрите, мы должны, мы же должны из себя выстроить мыслящую машину. Пока еще этого нету. И я боюсь, что может и не получиться. И что мы тогда будем делать? Чем мы будем оправдываться? Командировочные расходы, что называется. Приехали, что-то, что-то нагородили, сами не понимаем, почему. Но это неправильно. Женя, какая цель группы? Скажи всем во всеуслышании. Неправильно. Не держишь цель. Кто подскажет группа? У группы есть цель? Была, вернее. Посмотри в записи. Посмотри. И возьми микрофон в руки. Найти оптимальный путь развития централизованной энергетики. Энергетики. Итак, смотрите. Раз, раз. У группы была цель. Найти. Я записал, потому что вдруг забуду еще. Найти. Определение. Было написано. Найти оптимальный путь развития централизованной энергетики. Определение оптимального пути развития традиционной централизованной, кстати, энергетики. Этот слайд пропустили без комментариев. Мне кажется, важное достоинство этой группы было то, что она вышла на цель. Она как бы самоопределилась. Было, самоопределилась. Потом вдруг начала говорить про роботов, про ремонты. И увлекла всю аудиторию разговором по какие-то ремонты, которых разношерстность про какую-то. А как это относится, оборудование поставщику, как это относится с этой целью? Как вы думаете, соотносятся ли вот эти слайды и говорения многие с этой целью? А тогда это была не цель, а декларация, за которой цели не стояли. О, может быть, может быть. И приходится думать, что может быть Владимир Ильич прав. Что если эта цель была, то тогда бы мы чувствовали, как бы она отстаивалась, как бы ей следовали. А группа ей не очень следовала, мне кажется. Теперь, в какой день мы обсуждаем проблемы? Кто, у кого в руках эти программки? В третий день. В третий день. В третий день. Даже не третий день проблемы. А сегодня мы обсуждаем тенденции, анализ ситуации. То существенное, которое сегодняшнюю энергетику отличает. А не проблемы, кстати. Ну, понятно, что мы скатываемся на проблемы. Потому что когда мы начинаем говорить, что все хорошо, только плохо вот это, такие-такие-то проблемы. И при этом тут же через запятую начинаем пересчитать решение этих проблем. Еще здоровее, что называется. Книжная проблема, когда мы даже и решение знаем. И мы все валим в одну кучу. И ситуацию, и проблемы, и возможные решения. Обо всем сразу поговорили. А что будем делать завтра? А что будем делать послезавтра? Мы все проблемы сегодня распишем, что называется. С одной стороны, времени у нас мало. С другой стороны, мы очень неэффективно его используем, залезая в дела других групп, других дней. И это очень важно сейчас ликвидировать. Настроиться на самоопределение своей группы. Если взяли цель, держите ее. Иначе это на самом деле имитация, что у вас есть цель. Не видно же, что цель-то есть. Вот, что хочу сказать. Как мы выбирали на кластерах, какой доклад более уместен, так и очень важно выбрать докладчика. Докладчика, которому есть чего сказать по теме дня. Вот этой группе повезло. У нее очень сильный докладчик. И у нас сделано сильное сообщение свое. При этом она его не прииллюстрировала, к сожалению, никак. И приукрасила всяким мусором по отношению к ее тезису. И замусорила совсем. И вы не услышали, к сожалению, я скорблю, того, что она вам сказала. А сказала она важные вещи, на мой взгляд. Очень важные вещи. И это в докладе было. Но это не обсуждалось, обсуждалась разношерстность. Евгения профессионально оценивает ситуацию в энергетике. И меня это очень порадовало, когда она стала об этом говорить. И здесь она это говорила. Но, видимо, все-таки надо рисовать. Видимо, схемы нездаром там предложены в заявке на доклад. Надо рисовать схемы, какие-то иллюстрации, которые бы точно говорили, показывали. Вот о чем мысль. Вот в чем мысль. Что она говорит? Смотрите. Она говорит, вот здесь 3 800 будет плюс, ну, грубо говоря, 400. На 10% увеличат эти итальянцы мощность, модернизируют. Здесь 600 будет плюс. 880 в 2014 году. Плюс 1200. Плюс еще 1200. И Евгения говорит своим профессиональным языком о том, что какие-то там токи короткого тут невозможно будет разорвать никакой коммутационной аппаратурой. То есть она говорит, что мы создаем сегодня, строим централизованную, сверхцентрализованную энергетику. То есть получается у нас здесь в сумме минус 620 году в сумме будет 375 тысяч мегаватт в одной точке. Вот она это знает, но мы это не услышали из доклада. Это как бы, между прочим, было сказано. Мы строим сверхцентрализованную энергосистему. При этом слайд-то был. Каждая там, как там, много инвесторов. Потому что, и поэтому они ваяют свои программы и что? О, ну много. Илья говорит, ну хорошо, может хорошо, что много инвесторов. То есть что существенного? Что существенно происходит в нашей системе? А наша система, на самом деле, и Илья тут прав, тоже важный момент. Мне кажется, Илья еще рельефнее. Вот важные вещи говоришь. Наша энергосистема, это наша гордость наших энергетиков. Ее строили наши предшественники, строили ее на совесть. Она очень крепкая, очень развитая, я считаю. Ну не так же, что супер развитая, но тем не менее имеет мощные связи со всеми соседями. Она избыточная. Она, как вот Илья говорил о чем? О том, что сегодняшние мощности, 9246 мегаватт, обеспечивали в 90-м году покрытие 52, на самом деле, миллиардов киловатт-часов электроэнергии, собственной нагрузки. А на самом деле вырабатывали 55 миллиардов киловатт-часов выработка. Потому что кроме этого еще и выдавали за пределы области, в основном тогда в Тюмень. Тюмень нуждалась в электроэнергии, свои станции не были развиты. И в 90-м году мы имели, уже тогда, это сколько лет назад? Страшно подумать. Мы имели вот эту самую систему, на которой мы сегодня живем. Она до сих пор жива. Она обновляется. Она достаточно крепкая, я с Ильей тут согласен. Она способна обеспечить сегодня, выдать 55 миллиардов киловатт-часов, но может быть 50, хотя блок 400 ввели уже и больше может выдать. Без этого блока могла бы выйти чуть-чуть меньше, чем 55 миллиардов киловатт-часов. А сколько мы потребляли? Когда стало падать потребление во всей стране, вот этот график пересек этот график. Почему? Потому что челябинцам и тюменцам своих мощностей стало вполне хватать. Все потребляли мало. До 37,5 миллиардов мы упали. И все упали примерно так же. То есть экономика упала примерно в два раза. Потребление упало почти. Там есть свои корреляции. Упало, скажем, где-то на процент ВВП 0,3% электропотребления. Такие зависимы в общем по стране, но по отраслям они разные в целом. И поэтому, скажем, в два раза упали и мы, наверное, оборонка наша грохнулась. Упали до 37 миллиардов киловатт-часов из 52, а потом стали подниматься. Нулевые годы все-таки это были годами роста и, можно сказать, почти удвоением ВВП. Но теперь мы знаем, например, когда нам Анатолий Борисович Чубайс в 99-м году говорил, что в 2003-м году наступит страшное, если мы не продадим энергетику итальянцам срочно. Что страшное? А наступит, говорит, крест Чубайса. Что такое крест Чубайса? Он говорит, электроэнергии не хватит нам в 3-м году. Это он говорил в 99-м, конечно. Давно, далеко еще было до 2003-го года. Но кто знал, те понимали, что просто это, ну, так, ну, жульничество, что ли. Что-то нас, неправду нам говорят, что наступят эти, вот эти страшные вещи, когда мощности, то вот они, вот про что Илья говорил, вот они стоят все, еще и недозагруженные. Коэффициент использования мощности был 44% общий по свердлов энергии. То есть меньше половины, все было загружено. Мощность эта, в принципе, поддерживалась профессионалами, достаточно качественные, проводились ремонты. Все, ну, в целом, в общем и целом, мы поддерживали мощность, способную выдать 55, там, больше 50 миллиардов киловатт-часов. Да и выдали позапрошлом году 52, по-моему. Опять же, за пределы. Вот снова стала требоваться электроэнергия в Тюмени, там Челябинск, видимо, что-то еще забирает. Тогда-то мы думали, что мы к 10-му году выйдем на этот уровень. Да смотрите, я вот в прошлом раз ведь говорил, этот график вы ведь многие, кто были на этих играх, видите, тоже не первый раз. Смотрите, сколько великих депрессий укладывается у нас в судьбу нашей страны, в историю нашей страны, которая там сколько там лет-то было, там, 6 что ли, там, 7. Вот, а здесь у нас, получается, мы, вот Илья еще говорил, до 15-го года мы еще не достигнем. Сейчас ты говорил, я не помню это или нет. Вот, когда вот эти мощности будут более-менее задействованы, да, вот, вот, вот эта ситуация раз. Это правда, это не проблема, это просто, ну, это данность, да, но ее надо знать. Она существенна для построения нашей новой энергетики. Это ведь система есть, и это хорошо, и ломать ее, наверное, скорее всего не надо, а кроме этого идут процессы строительства. Здесь будет 750 мегаватт. Вот здесь вот у нас рядом, Северно-Токильская ГРЭС, рядом с нами в 50 километрах, построена будет на реке Чусовая еще Демидовская ТЭС, еще 2000 мегаватт плюсом. Здесь, говорила Женя, на Серовской ГРЭС будет поставлено два блока 400 мегаватт, да, еще плюс 800 мегаватт, ну, там, правда, я так понимаю, демонтируют все-таки старую, старую Серовскую ГРЭС, вообще узел-то сегодня дефицитный, причем летом дефицитный, потому что там пруда охладителя нету, да, станция не может выдавать полную мощность, как ни странно, именно летом не выдает. А когда это закроют, поставят два ПГУ таких же, здесь узел будет энергоизбыточный, но кроме того, 17 ноября включат, наконец, линию Северная БАС, которую проектировал я 20 лет назад. То есть мы сейчас начинаем восстанавливать те схемы, которые были востребованы еще 20 лет назад, плюс достраиваем то, что давно надо было, давно надо было заменить вот эти вещи, и это надо делать, потому что в узле нужна генерация. Но какая складывается картина? Плюс 800, значит, 7500, плюс 2000, ну, там еще, наверное, какие-то по мелочам есть. То есть мы свою централизованную энергосистему, что с ней сделаем? Вот делаем, на мой взгляд, сверхцентрализованной. Это пока без хорошо-плохо. Это просто вот такие планы сегодня есть у Газпрома, который владеет ОГК-2, Серовская ГРЭС, у ЕНЛ, а они еще хотят здесь на Сугрессе еще поставить, вот здесь поставили блок 400, еще плюс хотят 400 поставить здесь же, в этой же точке. Будет 2000 мегаватт здесь. Вот мы создаем такую сверхцентрализованную систему. Понятно, что если все это поставить, добавить к этому, это будет получаться порядка 16, 15-16 тысяч мегаватт. Нужно ли столько? Смотрим график. По прогнозам нужно будет 13 тысяч мегаватт. Но еще бы одну особенность я подчеркнул, раз уж стал говорить. Я сейчас говорю вообще-то про доклад группы. Сделаю здесь только сцепление. Я бы добавил тут одну вещь. Что может быть и надо, потому что группа говорила про износ, и 5000 мегаватт вообще-то надо заменить, заместить чем-то. И все не так просто. То есть мы создаем вроде бы эти мощности, а с другой стороны мы же будем демонтировать. Тут надо разбираться. Но факт есть, что у нас централизованная энергетика, энергосистема мощная существует, реализуются проекты по ее дальнейшему развитию. Единственное, что мне кажется существенным, и слово, к сожалению, Женя, ты так и не нашла, ты говорила, хаотическое развитие, несогласованное развитие, еще какое-то. И мы нашли пять слов. Мне кажется, более точное слово, что сегодня, и это главный был бы тезис, сегодня наша Свердловская энергосистема или электроэнергетический комплекс развивается несистемно. Несистемно. Вот какое слово надо было употребить. А вы сказали, что есть схема развития? Да. Как это несистемно? Схема развития есть, а развивается несистемно. Бессистемно. Потому что на самом деле плохо учитывается необходимость строительства такого количества мощностей в этих местах. Зачем здесь Демидовская тез? Угольная. На берегу реки Часовая. Кто сплавлялся по Часовой, знает, что это красивая река и зачем там золот вал в русской реке? Не знаю. Зачем нам угольная ТЭЦ еще одна? Я бы вот эту убрал к чертовой матери или на газ бы перевел. Мы хотим строить еще одну угольную станцию. Вот это наши тенденции. Сегодня мы принимаем такие решения. Генсхему они занесены, но на мой взгляд, бессистемно. С точки зрения даже построения некой целостности системной, некой оптимизации системной, оптимизации режимов, оптимизации размещения мощностей. Потому что когда-то мы ее строили системно, считали каждую станцию, где она нужна, где потребитель, где алюминиевый завод, где другой алюминиевый завод, где там, скажем, там НТМК, где потребные мощности. И развивали сообразно с потреблением, с прогнозом развития потребления. Ну, плановое хозяйство было такое, плановая система ведения хозяйства. И был системный подход. То есть вот развивались-то мы до сих пор системно, а дальше мы начинаем развиваться еще, но, в мой взгляд, бессистемно. Развитие-то есть, но оно уже не бессистемное. То есть уже одно с другим не учитывается. Схему, я утром говорил, разработает энергосеть проекта по заказу МРСК. И сдаст ее, мы ее предъявим, Минэнерго, но МРСК – сетевая компания. Они скажут, надо сети строить, построим. А где, как, что расположено, генерацию, мы на генерацию не отвечаем. Мы только запугаются. Вот в этом смысле тоже был сильный момент, мне кажется, в докладе, когда говорили о том, что нечто разное есть. Но обратите внимание еще на один слайд. Все, время вышло. Еще один слайд. По поводу там. Дальше. Дальше. Вот, 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 вот. Избыточность. Тут я вообще не понял. Значит, я присутствовал при рождении этой тезиса в группе. Я думаю, что мы его упакуем правильно, потому что группа говорила о том, что есть чрезмерное развитие электрических сетей, централизация, там, где даже она уже и не нужна. Где-то она нужна и хороша, а где-то за ней тянуться неправильно. В Серовских сетях, говорил Иван, по-моему, да, есть сети, которые бы сломать, потому что сеть длинная, обслуживать надо, стоит гнилая в болоте, там живут пять человек. Такой пример был, да? Вы его не слышали, а хорошо, чтобы он здесь прозвучал. Тогда бы мы поняли, что речь, здесь два тезиса. Первое. Электрические сети иногда развиты туда, где они и не нужны, где они неэффективны, где несетевые решения создания того же энергокомфорта, того же уровня, или даже лучше, более правильны и менее затратны даже. В то время, как газовые сети, наоборот, они охватывают всего 300 населенных пунктов из двух тысяч, скажем. Правда, и те умирают, и не надо, может, их всем тянуть, но разная картина. Если электрическая сеть чрезмерно развита, с точки зрения ее топологии, что ли, доведения до конкретных населенных пунктов, то газовая сеть наоборот. А здесь такая вот, такая получилась штука, которая получила обсуждение, правильно ли я понял, что чрезмерное развитие электрических сетей препятствует развитию газовых сетей? Что-то в этом роде был вопрос. Вопрос порожден был вот этой эклектикой. Аккуратнее надо. Тут наспех взяли и свалили в кучу два совершенно разных утверждения. Они были, по-моему, под номером пятый и шестой. А сейчас это нечто общее, непонятно о чем. Вот я предлагаю держать свои цели, раз уж вы их взяли, и проверять. Вот это цели соответствуют? Соответствуют. Надо делать упор, удар на это. Надо как-то это иллюстрировать и показать, ребята, вот какая тенденция, растет раковая опухоль. Может, это и хорошо. Пока не беспокоит. А может и не хорошо. После этого будем говорить, тенденция вот такова. Может, в этом ничего плохого на самом деле и нет. Есть еще один слайд. Еще, пожалуйста, прокрутите. Еще. Еще. О, несбалансированность энергосистемы. Здесь тоже есть сильное утверждение. Сильное. То есть я понимаю, что мы все работаем, мы стараемся, но надо довести качество, доведение вот этого содержания до слушателей. Группа большая энергетика, там есть люди, которые прекрасно представляют, что вот эта вот вся махина, она вырабатывать, может покрывать все потребности области, никакая малая энергетика. В этом смысле в балансе не нужна. В балансе она не нужна. Без нее можно обойтись. И так избыточно. Но это же только в балансе. Она может производить там 55, а скоро 60 миллиардов киловатт-часов может производить. Потребность у нас за 65 где-то идет к 2020 году. Ну покроем ее вот этими 13 тысяч мегаваттами. 6 сведем, 5 выведем. Ну грубо я говорю, например. И у нас будет нормальная система, обновленная, мощностей слишком много не будет, может все будет хорошо. Но надо при этом помнить, особенность нашей системы или нашей области тем, что мы очень похожи на Японию. В том смысле, что у нас электростанций-то много, а топлива нету своего. Это важный принцип. Несбалансированность, мы говорим, в соответствии с топливом. Нашего топлива нету. Это не значит, что надо сбалансировать так, чтобы электростанций не было. Наверное, чтобы электростанции были, но налицо, никуда не денешься от этой несбалансированности. С собственными ресурсами мы покрываем миллион тонн угля волчанского, который в 2014 году закроем, а надо бы закрыть бы сегодня, если бы не люди, которые там без работы останутся. Мы только ради занятости людей добываем этот миллион тонн. На самом деле, угля нету местного, его надо давно прекратить добывать. А вместе с этим миллионам тонн исчезает все. Потребляем мы порядка 45 миллионов тонн условного топлива. В натуре на уголекобородский пересчитать, наверное, будет. Мы не все уголь, конечно, потребляем, но тонн, наверное, 90 миллионов завозим эшелонами. Ну так, газом, конечно. То есть мы живем на привозных энергоресурсах. Вот это очень важно. Я понимаю, что, может, это все знают, но эта группа, говоря про нашу централизованную энергосистему, должна была сказать, что наша система крупная, сильная, и она может жить только тогда, когда ей ежесуточное, на Репсинской ГРЭС, сколько там эшелонов в сутки завозится. Там каждые несколько минут переворачивается вагон. 7-10 состава. То есть гигантский поток постоянно идет, и дороги все забиты. Все сибирские дороги, казахские забиты. И еще и вагонов не хватало в декабре прошлого года, сразу после нашей игры. Приехал там, и там началось. Вагонов не хватает в двух странах, Казахстане и России. Для того, чтобы обеспечить плановые уровни запасов на складах Репсинской ГРЭС, потому что это гигант. И он требует гигантского постоянного потока угля. И то, это же, вот то, что запасено на складе, там 2 миллиона тонн, 2 миллиона тонн, это на самом деле наиска дней. То есть станция вообще не может работать год на этом топливе. Это мизер. Хотя это гигантские запасы, которые лежат. Вот эта уязвимость наша, она есть. И специалист по энергобезопасности знает, что уязвимость нашей энергосистемы значит нашей жизни. Перекроет кто-нибудь там, скажем, железную дорогу, какой-нибудь бомбой, например. И мы почувствуем, что наша энергетика, вот эта, она перестала работать. Не на чем работать. Газопровод взорвется, например, какой-нибудь там, лопнет. И тоже почувствуем. И это очень существенно. При том, что, например, Новосвердловская ТЭЦ сидит на одной газовой трубе. Там продомозутное хозяйство есть. То есть это уже бантики, конечно. Но суть-то такая. У нас сегодня есть такое родовое пятно. Но наша энергетика, она работает на привозных энергоресурсах. А есть ли свои энергоресурсы? Есть, говорим мы. Это торф, его миллиарды тонн. К сожалению, другого ничего приличного нет в приличных количествах. А торф есть. Это так, для сведения, что торф у нас есть. Если характеризовать наш топливоэнергетический комплекс, нашу энергетику в Северной области, в целом, не электроэнергетику, а в целом ТЭК, то у нас есть где-то порядка 6 миллиардов тонн торфа. И все, точка. Тут пока проблем, никаких возможностей не обсуждаем. Сегодня можно только это сказать. И это бы дополняло существенно нашу картину. Но он в энергетике сегодня не используется. Конечно, когда-то работал в нем 50 мегаватт Качканара и 550 мегаватт Новосредоцкого ТЭЦ строилось тем, чтобы у нас хотя бы 600 мегаватт, хотя бы порядка 10% нагрузки мы на своем топливе на торфе несли. И не из соображения экономики, а из соображения энергобезопасности. Но сегодня мы этого не делаем. Мы от этого ушли и с газом приятнее жить. Ну и уголь пока поставляют. Вот мне кажется, такие существенные моменты надо выделять. А разношерзлый, пусть мы ее нашли, там все правда, там правильно написано все. Например, там искренние вещи, но надо, крепя сердце, взять и отложить. Цели группы не соответствуют. Давайте уберем. Давайте не будем на это тратить время. Давайте говорить о существенном, о том существенном, что должна говорить вот именно эта группа именно в этот день. И все у нас будет хорошо. Я надеюсь, я повторяю то же самое, конечно, но я надеюсь, что я все-таки донес эту весть. И нам эту работу надо просто проделать. Ничего страшного, просто проделать эту работу с утра или сейчас вечером в группах с тем, чтобы мы могли правильно сделать выводы. И еще один момент. Нам бы наши доклады, все, которые не прозвучали сегодня, надо бы переписать начисто и написать там правду и суть по теме дня. И тогда мы поймем, что у нас есть отправная точка какая-то, она правдивая, пусть один тезис, пусть один, но это в точку, это по сути, это отражает правду, существенную правду о нашей энергетике и от которой мы будем двигаться куда-то дальше. все. Все? Есть вопросы? Понятно это, да? Я надеюсь, уже мы справимся. Сегодня был тяжелый день, времени было катастрофически мало, то есть задачка была невыполнимая для нас вот сегодня, но это и оказалось, что невыполнимо за раз. Но ничего страшного, если мы это понимаем, мы дальше будем двигаться, мне кажется, более точно и более правильно. Я желаю всем настроиться на хорошую работу, на понимание друг друга, на такой креатив и понимание, что мы должны делать, самоопределение. Будем двигаться. Спасибо. На сегодня все. У нас будут рефлексивные сейчас собрания, наверное, игротехников. Я, к сожалению, не проговорил. В группах мы собираемся, наверное, завтра и занимаемся рефлексивными, скажем, анализом того, что было сегодня. Хотя вот сейчас еще время есть. Может быть, регламент, часть регламента предпочитать того, чтобы собраться по горячим следам в группах. Нету в регламенте. Сейчас разберемся по группам. Немножко поговорим. А, есть регламент? А, все, тогда я сбился. По группам расходимся и немножко поговорим о том, чтобы сделать выводы к каждой группе для самой себя. Спасибо. 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 Спасибо.